Ну еще раз здравствуйте, коллеги! Мы очень рады, что у нас сегодня такое совместное мероприятие. И оно по очень интересной теме. Перспективы разработки новых методов диагностики и лечения редких наследственных заболеваний в Российской Федерации. Хочу сказать, что наш центр, конечно, основное направление его деятельности – это диагностика. И диагностика осуществляется в таких масштабах, что мы делаем порядка 70 тысяч молекулярно-генетических и цитогенетических, ну и биохимических, конечно, исследований для диагностики наследственных заболеваний. И в этом плане, мне кажется, что уровень компетенции достаточно высок. Если мы говорим о разработке лечебных препаратов, технологий для лечения наследственных заболеваний, то у нас тоже есть, конечно, лаборатории, которые занимаются и в области редактирования генома, и в области разработки других подходов к лечению наследственных заболеваний. Но не так, может быть, активно, как хотелось бы. На самом деле, я знаю, что в Казанском университете как раз этот раздел идет достаточно активно. Поэтому мне кажется, что вот этот обмен нашими данными, обмен возможностями, которые есть в одном или в другом учреждении, ну и еще у нас, собственно говоря, еще Софья Николаевна здесь тоже, да, которая еще одно учреждение. Да, представляет первый медицинский университет имени Академика Павлова в Санкт-Петербурге. Да, который, как я понимаю, Растам Софья Николаевна тоже активно занимается, а Растам Софья Николаевна, значит, и Санкт-Петербургский университет занимается. Медицинский университет, да, но это совместно с Екатериной Юрьевной, да, работа. Потому что это же педиатрические? Нет, это первый медицинский университет имени Академика Павлова. Ну, вот такие конференции, они, конечно, очень полезны, поэтому я очень рад инициативе, которая возникла, и очень ее поддерживаю. С удовольствием буду слушать ваши доклады. Спасибо большое, коллеги. Наверное, Альберт Анатольевич дальше скажет несколько слов, да? Спасибо большое, Сергей Иванович, за то, что открыли наше мероприятие. Это, я надеюсь, будет первым из многих мероприятий, которые мы будем проводить. В общем-то, для того, чтобы мы могли оставаться на одной волне и узнавать, кто чем занимается, обмениваться опытом, обмениваться компетенциями. В Казанском университете мы действительно долгое время, на самом деле, работали в области генной терапии, но вот в последнее время, когда познакомились и с Екатериной Юрьевной, начали гораздо больше уделять внимание разработку методов лечения редких орфанных заболеваний. И надеемся, что мы могли бы тут как раз объединить усилия. На самом деле, огромное спасибо Екатерине Юрьевне, она, в общем-то, выступила одним из инициаторов вот таких вот конференций, мини-конференций, круглых столов для обменной информации. Мы уже, в общем-то, пару лет продуктивно работаем. И, надеюсь, и с Софьей Николаевной тоже нам удастся, по результатам сегодняшнего мероприятия, тоже найти точки соперикосновения. А Екатерина Юрьевна, может быть, вы тоже, как организатор, может быть, даже основной, скажете пару слов? Дорогие коллеги, мне кажется, всегда очень интересно получать что-то на стыке каких-то разных, может быть, областей. У меня совершенно такой неожиданный для нас, наверное, опыт Софьи Николаевной, потому что она занимается вроде не редким заболеванием, а довольно частым. А мы занимаемся редким, но у нас получилась очень хорошая коллаборация в плане изучения болезни Паркинсона и одновременно болезни Гоше. И я очень надеюсь, что после сегодняшнего маленького этого мероприятия, такого, которое, я надеюсь, пройдет в форме таких, может быть, открытых дискуссий, больше, чем каких-то таких академичных докладов, хотя мы заслушаем, наверное, ряд интересных выступлений по программе, судя по всему, тоже родится у нас что-то на стыке. Я вот очень надеюсь, что мы сможем взаимодействовать, ну, уже все это сказали, и, возможно, у нас появится какой-то новый хороший проект, который будет всем интересен и полезен. Спасибо всем, кто согласился принять участие, и я надеюсь, что будет всем интересно. Спасибо. Софья Николаевна скажет несколько слов? Да, дорогие коллеги, спасибо большое Екатерине Юрьевне, в первую очередь, что она меня пригласила участвовать в таком небольшом, действительно, круглом столе. Я тоже считаю, что они, безусловно, полезны, и опыт наш действительно, возможно, не уникален, но действительно сейчас все больше и больше говорится и пишется о том, что изучение редких заболеваний, ну, действительно хороший пример болезни Гоше и болезни Паркинсона, позволяет распространять подходы к лечению и говорить о том, что какие-то общие молекулярные пути патогенеза, они помогут, возможно, изобрести терапию и расширить это применение. Будет сегодня доклад вот Антона Емельянова о молекулярных шоперонах, которые рассматриваются сейчас для лечения и болезней Гоше, и болезней Паркинсона. И поэтому я тоже считаю, что такие доклады на стыке, ну, и фундаментальной науке и медицине, а главное, редких болезней и частых болезней, детских и взрослых, они очень полезны. И желаю всем прекрасных докладов и интересного обсуждения. Спасибо. Ну, у вас теперь еще один центр появился, я сегодня узнал. Как там называется? Наследственных, редких и еще каких-то заболеваний. Ну, это на базе Алмазовского центра вы видите? Да, у нас там много всяких центров. Малоизученных, малоизученных, центр редких и малоизученных. А, малоизученных, да. Ну, на самом деле, мы рады этому обстоятельству. Мы по частым, по частым заболеваниям. Да. Мы по частым. У нас все больше и больше таких центров становится, так что хорошо. Ну что, приступим к реализации программы, да. И очень рад, что Альберт Анатольевич, да, вот решил выступить с докладом «Новые тенденции в генотерапии наследственных болезней». Альберт Анатольевич, вам слово для доклада. Да, небольшое буквально введение для того, чтобы понять, что же такое генная терапия на текущем моменте развития науки, техники, медицины. И как это применимо к лечению наследственных заболеваний. Несмотря на то, что заболевания редкие, их насчитывается в общей сложности более уже 7 тысяч. И порядка 80% из них – это наследственные заболевания. То есть, таким образом, в мире болеет более 300 миллионов человек. Поэтому, да, это редкие заболевания, но для общества в целом это огромная нагрузка, потому что это не только 300 миллионов плюс болеющих, но и, естественно, члены их семей, которые все страдают от этих заболеваний. Если говорить о генных препаратах в мире, то вот на слайде видно, сколько препаратов зарегистрировано в разных странах. Лидером по регистрации препаратов, конечно же, являются Соединенные Штаты Америки, Европа. Ну, в других странах они тоже присутствуют. В России вот два препарата. Один – это отечественный невоскулген, один – импортный спинраза. Речь не идет о препаратах на стадии клинических исследований, а именно о зарегистрированных. Большинство из этих препаратов – это, конечно же, для лечения онкологических заболеваний. Есть различные сердечно-сосудистые заболевания. Ну и, наконец, есть и редкие наследственные орфанные заболевания. По типу генотерапии можно выделить следующий, скажем так, подтипы. Самый простой способ коррекции наследственного заболевания – это доставка к ДНК. То есть хорошие копии гена для того, чтобы восстановить функцию, утраченную в результате, например, мутации, повреждения гена на хромосоме. Все очень просто. Есть мутация. Она, например, приводит к тому, что перестает синтезироваться, производится какой-то белок, но наступает заболевание. Если доставить хорошую копию гена, то можно ожидать, что будет синтезироваться недостающий белок и будет происходить коррекция этого заболевания. Другое дело, когда, например, заболевание носит рецессивно-доминантный характер, то есть здесь синтезируется белок, но он не только мутантный, но он еще и нарушает работу нормальных белков в клетке и, соответственно, приводит к заболеванию. Здесь сколько бы ты не доставлял хороших копий этого гена, этого белка, не поможет, потому что мутантный белок будет помножаться на ноль все усилия организма. И для этого нужно очистить организм от этого патологического белка, а значит нужно подавить экспрессию этого мутантного гена. Наиболее эффективные технологии на данный момент для этого – это РНК-интерференция. Я о ней расскажу немножечко подробнее на следующих слайдах. Наконец, одна из технологий, которые часто называют технологией будущего – это технологии геномного редактирования. И наиболее эффективным инструментом, молекулярным инструментом на данный момент является система CRISPR-Cas9. То есть, по сути, появляются молекулярные ножницы и молекулярные пинцеты, которые позволяют в конкретной точке генома произвести манипуляции. Либо удалить какой-то ген или его фрагмент, либо даже заменить мутантные нуклеотиды для того, чтобы из мутантного гена сделать ген дикого типа, то есть нормальный ген. Ну и существует множество разных методов доставки генной терапии в организм пациента. На самом деле, как сказал один из ведущих ученых, забыл, к сожалению, его имени, существует только три проблемы, нерешенные в генной терапии. Это доставка, доставка и доставка. И вот клеточно-опосредованная генная терапия тоже сейчас набирает популярность, когда вне организма, экс-вива, можно проводить манипуляции на клетках, меняя их генетический код, после чего уже эти модифицированные клетки вводить в организм больного. В последнее время особую популярность приобретают вирусные методы генной терапии. То есть есть вирусные методы по названию на основе вирусных векторов, есть невирусные, это, например, различные кольцевые молекулы ДНК, плазмидные ДНК, либо даже матричные РНК, как сейчас вакцина файзеровская или модерна, сделаны тоже по сути своей генной терапии, доставка копии гена в виде матричной РНК. Но если сконцентрироваться на вирусных векторах, то наиболее исследованы, наиболее рабочими лошадками являются аденовирусы, лентивирусы и аденосцирные вирусы. Аденовирусы – это, в общем-то, безоболочный вирус белковый, то есть у него белковая оболочка, внутри двойная спираль ДНК, и преимущество заключается в том, что, во-первых, в них можно вставить достаточно большую вставку до 8 тысяч пар нуклеотидов, а во-вторых, они инфицируют широкий спектр как делящихся, так и не делящихся клеток, то есть по сути своей являются универсальным вектором для доставки. Ну а отрицательными факторами – это кратковременная экспрессия трансгена, то есть обычно это не больше месяца, и, к сожалению, достаточно выраженный иммунный ответ, хотя последние вирусные вектора обладают менее выраженной моногенностью. И если уж говорить на злобу дня, то спутник В – это как раз пример генной терапии на основе аденовирусного вектора. Просто там идет не коррекция наследственного заболевания путем доставки к ДНК, а доставкой идет коронавирусный к ДНК, который приводит к синтезу чужеродного белка, который как раз уже и вызывает иммунный ответ организма. Лентивирусы также являются достаточно популярным вектором для генной терапии. Это уже оболочечные вирусы, покрытые липидным бесслоем. Геном представляет собой одноцепочную РНК, и основное преимущество этих вирусов, скажем так, и преимущество, и недостаток – то, что они интегрируются в геном. Преимущество, что это приводит к, по сути, к перманентной генетической модификации клетки. То есть происходит интеграция, например, к ДНК в геном клетки хозяина, и эта интеграция сохраняется до конца жизни этой клетки. То есть, соответственно, эффект очень длительный. Вставки могут быть достаточно большие чужеродных генов в такой вектор, умеренный иммунный ответ, но основной недостаток – это риск онкогенной трансформации. Так как они интегрируются в геном, есть опасность вставочного мутагенеза – это и нарушение работы гена, и, наоборот, нарушение регуляции генов в месте интеграции, что, в принципе, все может привести к онкологической трансформации. Ну и наиболее популярный, по крайней мере, на сегодняшний день – это аденоассоциированный вирус. Чем-то похож на аденовирус, он тоже покрыт белковой оболочкой. Геном состоит из ДНК, также может инфицировать как делящиеся, так и неделящиеся клетки, но недостаток – это достаточно маленькая емкость этого вектора. В то же время позволяет достичь длительной экспрессии трансгена, что особенно важно для терапии наследственных заболеваний, где важно не только доставить к ДНК, но и заставить ее работать длительное время, желательно до конца жизни этого пациента, то есть до наступления старости этого пациента. Если говорить об иммуногенности, то аденоассоциированные вирусы не вызывают заболевания у людей и считаются малоиммуногенными. А значит, у пациентов, скорее всего, не будет предсуществующего иммунного ответа, и эти вектора встретят наименьшее сопротивление со стороны иммунной системы, и, соответственно, в наименьшей степени повлияют на работу иммунной системы. Если говорить о примерах различных технологий на примере реализации разных генных препаратов, то, например, аденоассоциированный вектор второго сиротипа использован в основе генного препарата Лукстурна. Этот генный препарат разработан для лечения пациентов с биолейной генной мутацией в гене РПИ-65. То есть, по сути, нарушается работа фоторецепторов, и в случае, если доставить недостающий ген, который приведет к синтезу белка, то восстанавливается работа фоторецепторов и наблюдается существенное улучшение зрения у пациентов, страдающих этим заболеванием. Если же говорить об РНК-интерференции, одним из часто используемых примеров заболевания является болезнь Гентингтона. Это аутосонно-доминантное генетическое заболевание нервной системы, при котором происходит увеличение количества тринуклеотидных повторов ЦАГ в гене HTT. И если этих повторов очень много, то нарушается, по сути своей, работа этого гена. Частота крайне низкая, 1 на миллион этого заболевания. И генетерапия, по сути своей, направлена на то, чтобы подавить синтез, подавить уровень матричной РНК этого мутантного гена. Пример. Два препарата, которые разрабатываются для терапии этого заболевания. Вот, а МТ-130, ВИ-HTT-01, с помощью аденосцерного вируса 5-го серотипа происходит доставка шпилечной конструкции, так называемой микро-РНК, МИ-РНК, которые приводят к тому, что она по типу РНК-интерференции подавляет, приводит к разрушению матричной РНК гена HCT и, соответственно, приводит к снижению токсичности мутантных белков. Еще одним примером является препарат Патисеран. Это уже синтетический лекарственный препарат, то есть это синтетические олигонуклеотиды, которые приводят к подавлению синтеза транс-теретина белка. Тоже по типу РНК-интерференции эти олигонуклеотиды связываются с матричной РНК, приводя к ее деградации. Накопление мутантного белка ТТР приводит к нарушению фолдинга белка и отложению амилоида, то есть по сути своей происходит накопление амилоида в тканях. И снижение уровня матричной РНК и снижение уровня белка приводит к уменьшению амилоидных отложений в тканях. Если же говорить о геномном редактировании, то, как я уже сказал, сейчас основным инструментом является система CRISPR-Cas9. Это бактериальная система, которая эволюционно приспособлена для того, чтобы защищать бактерии от вирусов, бактериофагов, от плазмидных чужеродных ДНК. И ученые научились нацеливать ее на вполне определенные участки в геноме, приводя к точечным разрывам. И там уже в зависимости от выбранных технологий можно либо дилетировать, убирать какой-то участок ДНК, либо если вводить в эту же клетку гидовую РНК, то можно достичь редактирования. То есть вот эта копия, введенная гена, будет использована как матрица для того, чтобы система репарации восстановила этот разрыв, но уже используя правильную генетическую информацию. Целый ряд заболеваний на данный момент на моделях животных были протестированы. Это и серповидно-клеточная анимея, бета-толосемия, многие другие. Но, к сожалению, пока эта технология не очень эффективна. То есть в культуре клеток работает просто замечательно. То есть в культуре клеток можно вылечить любое заболевание. Проблема, как теперь вылечить весь организм. И здесь, помимо лечения конкретных заболеваний, китайцы, например, был большой шум, когда они отредактировали яйцеклетки для того, чтобы получить детей, устойчивых потенциально к вирусу иммунодефицита человека, удалив у них рецептор CCR5. Это рецептор, через который этот вирус проникает в клетки. Ну и здесь есть и примеры других заболеваний. Так как времени немного, я подробно на них останавливаться не буду. Вот, например, дистрофия Дюшена. И пример геноклеточного препарата. Это, например, Стимвелес, где у пациента берутся клетки крови, то есть лейкоциты CD34, положительные даже клетки популяции. Они генетически модифицируются гамма-ретровирусом с геном аденозина-адоминазы. И после нескольких раундов селекции эти клетки трансплантируются тому же пациенту, то есть аутологично. И этот препарат предназначен для лечения тяжелого комбинированного иммунодефицита. Это таймлайн, то есть по разработке разных лекарственных препаратов. Здесь и, в первую очередь, разные онкологические заболевания, заболевания органов зрения, то есть глазные различные заболевания. Стоит отметить, что и Россия внесла вклад в мировую науку, и один из первых препаратов в Европе, неовоскулген, направленный на лечение ишемии нижних конечностей, был зарегистрирован еще в 2012 году. Что объединяет все эти препараты, так это очень высокая стоимость терапии. Среди этих препаратов самый дорогой препарат в мире, например, изолгенцема для лечения спинально-мышечной атрофии. 150 миллионов за одну инъекцию. И я думаю, что потом мы можем подискутировать по поводу стоимости таких препаратов, почему она такая высокая, как мы можем это снизить. Но в целом я бы хотел сказать, что сейчас перед учеными, перед врачами, в принципе стоит задача поиска разработки лекарственных препаратов для лечения вот этих вот орфанных заболеваний. Если мы будем подходить к нему по всей строгости закона, тогда мы никогда не вылечим все 7 тысяч наследственных заболеваний, редких, о которых я в самом начале доклада сказал. Есть технологическая платформа, которая позволяет быстро и относительно дешево сейчас создавать такие генные препараты. Есть пациенты, есть врачи, но чего-то не хватает, видимо, с точки зрения администрирования, с точки зрения политики, для того, чтобы помочь пациентам с помощью новых открывающихся технологий. Ну вот как раз, я думаю, следующий докладчик и сконцентрируется на этом вопросе, на вопросах законодательства областей генодиагностики. Спасибо большое, Сергей Иванович. Как бы вам обратный передай. Спасибо большое. Действительно, ваш доклад – это как такая затравка для всех остальных докладов. То есть это, по сути дела, обозначение всех проблем, которые есть. Ну и достижений, конечно, прежде всего. А вот хотелось бы, если есть какие-то вопросы, может быть, что-то мы должны, может, обсудить в этом плане. Перед тем, как мы передадим слово следующему докладчику, вы знаете, я тоже задаюсь этим вопросом постоянно. Ведь в сущности генотерапевтические подходы, они могут быть не как лекарственные препараты, а как лечебная технология. Ну, как существует операция по бельрод-1, например, да, там резекция желудка. То есть есть, собственно говоря, технология лечения с использованием генотерапевтических технологий. И, может, ограничения, они, конечно, касаются того, что все-таки иногда, ну, по крайней мере, в истории развития генотерапии, у некоторых пациентов развивается цитолиз, да, и он приводил к летальному исходу. А может быть, как бы это является ограничением. В принципе, это, конечно, так, но и резекции желудка, они тоже иногда заканчиваются плачевно, да. И в этой связи вопрос или проблема, которую вы обозначили, на мой взгляд, она действительно очень актуальна. Потому что я мечтаю о как раз-таки вот такой персонализированной терапии, не там фантастических проектах о персонализации с помощью геномных технологий лечения там сахарного диабета или артериальной гипертензии, а вот того, чего мы имеем конкретно. То есть есть редкое заболевание, оно связано с конкретной причиной, и использование генотерапевтических подходов может действительно позволить данному пациенту оказать медицинскую помощь. Ну, если нет вопросов, желания выступить, тогда мы продолжаем. И я прошу Марию Анатольевну Борзову, советника адвокатского бюро города Москвы, такой доклад интересный о законодательстве в области генодиагностики и генотерапии в Российской Федерации. Мария Анатольевна, вы с нами? Да, я с вами. Ну, очень благодарна мы за то, что вы взялись за разработку этой темы с юридических позиций, поскольку мы далековаты часто от всяких законодательных моментов. Ну, в общем, вам слово, пожалуйста. Коллеги, спасибо огромное за приглашение выступить, потому что для меня, как для юриста, это бесценная возможность посмотреть, каким образом, собственно говоря, формируются именно научные подходы. И для меня, как для юриста, это бесценная возможность посмотреть, как нормы права преломляются на существующие медицинские вопросы. Для того, чтобы сегодня провести вас по нашему такому краткому обзору законодательства, я предлагаю следующий подход. Мы с вами сначала посмотрим на стратегические документы, которые задают вектор развития нашему сектору. Потом посмотрим на положение федеральных законов, которые регулируют осуществление генноинженерной деятельности. Потом посмотрим на применимые продуктовые режимы, которые связаны с регистрацией генотерапевтических лекарственных препаратов и биомедицинских клеточных продуктов. Если успеем, чуть-чуть коснемся вопросов формирования стандартов оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций. И соберем все это в отдельных выводах, поговорим о существующих регуляторных барьерах и посмотрим на перспективы совершенствования правового поля в сфере регулирования генодиагностики, генотерапии. Если начинать со стратегических нормативных актов, то первое, на что нужно посмотреть, это указ президента 2016 года, который утвердил стратегию научно-технологического развития Российской Федерации. И вот здесь, в этой стратегии, в качестве одного из приоритетных направлений заложен переход как раз к персонализированной медицине и высокотехнологичному здравоохранению. И со ссылкой на этот стратегический акт были сформированы достаточно свежие программы, федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий 19-27 годы и программа фундаментальных научных исследований на долгосрочный период с 1921 по 1930 год. Вот если посмотреть на федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий, то ее ключевой целью является комплексное решение задач ускоренного развития генетических технологий, в том числе технологий генетического редактирования и создания научно-технологических заделов, в том числе для медицины, ну и, естественно, для других отраслей экономики. И вот что интересно, в этой программе, на которую так, к слову, выделяется порядка 127 миллиардов рублей, заложены следующие ключевые показатели ее реализации. Разработка не менее 36 генетических технологий для обеспечения биобезопасности и технологической независимости, а также для использования в том числе в медицине в Российской Федерации. Создание и модернизация не менее 65 объектов исследовательской инфраструктуры и подготовка не менее 3000 специалистов в области генетики. Дальше в рамках реализации данной программы предполагается создание 6 опытных образцов научного и лабораторного оборудования для проведения генетических исследований, 20 генотерапевтических лекарственных препаратов и биомедицинских клеточных продуктов, а в краткосрочной перспективе 3-6 лет предполагается создание методов генетического редактирования для повышения устойчивости клеток иммунной системы к ВИЧ-инфекции и вирусным гепатитам, не менее трех лекарственных препаратов для терапии генетических заболеваний и инвитро-инвиво-модели заболеваний человека. Достаточно амбициозные задачи заложены в этих стратегических документах, при этом вот с инструментами их реализации здесь немножечко сложнее, но по крайней мере мы видим, что цели и задачи обозначены, и под реализацию этих задач даже выделяется финансирование, вот на слайде показано в рамках каких государственных программ это финансирование будет проводиться. Что касается программы фундаментальных научных исследований, то здесь тоже говорится об актуальности задач по созданию отечественных терапевтических генотехнологий, технологии генокоррекции наследственных патологий, технологии подавления работы поврежденных генов и так далее, и так далее. Что интересно, под реализацию этой программы заложено 2 триллиона российских рублей, тем не менее не все они пойдут в раздел медицины, потому что программа фундаментальная, она охватывает различные области. Еще один слайд также показывает стратегические документы, в которых указана приоритетность развития геномики, протеомики, эпигеномики и развития генетических технологий. Вот к таким стратегическим документам, на которые можно опираться, относятся стратегия развития медицинской науки в РФ на период до 2025 года, концепция привикативной, превентивной и персонализированной медицины, которая была утверждена в 2018 году. И на всякий случай я на слайде отметила 2 программных документа, которые в названиях своих говорят о том, что они предполагались к реализации до 2020 года, но тем не менее они формально не были отменены, и там также заложены достаточно важные стратегические показатели развития сектора. Однако на данных документах стратегические планы нормативные не заканчиваются, потому что дополнительно можно посмотреть прогноз научно-технологического развития России до 2030 года, приказ Минздрава об утверждении научных платформ медицинской науки, который был еще в 2013 году утвержден. Это тоже стратегические документы, которые могут до сих пор использоваться в секторе. Зачем мы, собственно, туда смотрим? Мы, как юридическая фирма, сопровождаем деятельность ряда профессиональных ассоциаций, которые работают в том числе с нормативным полем Российской Федерации, дают какие-то предложения по его совершенствованию, в частности, для упрощения доступа пациентов к инновационным, как раз дорогостоящим препаратам. И когда мы готовим различные комментарии на законодательные инициативы по тому или иному вопросу, нам часто приходится обращаться к стратегическим документам для того, чтобы посмотреть, какие KPI заложены нашим государством для того или иного сектора здравоохранения, и каким образом этим ключевым показателям соответствуют те инициативы, которые разрабатываются и которые проходят общественные обсуждения. А вот, опять же, резюмируя вот эту стратегическую часть, мы можем увидеть, что важность развития этого сектора, она понимается со стороны государства, она подчеркивается на уровне стратегических документов, которые, кстати, являются достаточно свежими. Теперь непосредственно про уровень федерального законодательства. Вот здесь уже все не так классно, как на уровне стратегий и программ, потому что наш фундаментальный закон об основах охраны здоровья граждан про генотерапию говорит очень мало. По сути, там есть только одна норма, которая заложена в части 3 статьи 34, которая говорит, что методы генной инженерии, клеточные технологии являются частью оказания высокотехнологичной медицинской помощи. При этом само определение генной терапии и генной диагностики заложено в другом федеральном законе о государственном регулировании в области генной инженерной деятельности. И вот здесь генная терапия определяется как совокупность генноинженерных, биотехнологических и медицинских методов, направленных на внесение изменений в генетический аппарат соматических клеток человека в целях лечения заболеваний. А генодиагностика определяется как совокупность методов по выявлению изменений в структуре генома. И вот здесь, что характерно, когда мы изучаем подобные вопросы, где много связано именно с медицинской частью, и в меньшей степени затрагивается именно юридическая часть, мы начинаем искать, что разные ученые, в том числе юристы, писали по данной теме. И вот по теме регулирования именно генодиагностики, генотерапии есть не так много фундаментальных, хороших, таких доктринальных толкований, которые написаны профессиональными юристами. И единственное вот такое толкование, которое имеет значение, о котором хотелось бы сказать, сославшись на доктрину, это то, что, исходя из законодательного определения генной терапии, законодатель допускает только ненаследуемое редактирование генома. И для нас это важно с точки зрения внедрения потенциальных методов лечения, их последствий и так далее. Теперь, что касается продуктовых режимов. Не так давно, если смотреть на такие масштабы развития законодательств, в законе об обращении лекарственных средств появилось, в принципе, определение такого понятия, как биологический лекарственный препарат. Биологические лекарственные препараты тоже подразделяются на виды, и наш закон об обращении лекарственных средств выделяет в том числе биотехнологические и генотерапевтические лекарственные препараты. Тем не менее, с 1 января 2021 года Российская Федерация уже официально перешла на единые правила регистрации экспертизы лекарственных средств ЕАЭС, а в ЕАЭС терминологический аппарат немножечко иной. И то есть все новые продукты, которые будут появляться в области генной терапии на российском рынке, они уже будут проходить регистрацию по правилам ЕАЭС, исходя из тех определений, которые существуют в рамках Евразийского экономического союза. Тем не менее, те продукты, которые были зарегистрированы до 31 декабря 2020 года, они до конца 2025 года могут еще обращаться по правилам Российской Федерации в соответствии с законом об обращении лекарственных средств и данными в этом законе определений. Еще важная вещь, о которой хочется сказать, это специфическое явление для правового поля Российской Федерации, это федеральный закон о биомедицинских клеточных продуктах. Этот закон был принят тоже относительно недавно, ему всего лишь 5 лет, чуть-чуть еще не дотянул до своего пятилетия. Тем не менее, по факту, применяться он пока еще не начал, потому что первая лицензия на производство биомедицинского клеточного продукта была выдана только в прошлом году. И только в этом году СМИ сообщили о том, что первый биомедицинский клеточный продукт проходит клиническое исследование. Поэтому говорить о том, что у этого закона есть какая-то наработанная практика применения, естественно, нельзя. И в будущем эта практика применения будет только формироваться. И также в будущем будет понятно, какие там есть пробелы, неудобства для рынка, для пациентов, для медицинских организаций. Но, опять же, когда мы обсуждаем вот эту тему разницы в различных правовых режимах для тех продуктов, которые могут применяться для генной терапии с другими юристами, мы видим совершенно четко такую вещь, что норм о биомедицинских клеточных продуктах на уровне Евразийского экономического союза пока не разработана. Здесь нет никакого противоречия с точки зрения юристики, потому что если в международном праве существует пробел, он, безусловно, не должен реплицироваться в национальные нормы права. Тем не менее, иногда некоторые эксперты на рынке, они такой пробел могут видеть. И могут видеть коллизию, когда на уровне национального права какой-то специфический режим предусмотрен, а на уровне права Евразийского экономического союза такой режим не предусмотрен. Поэтому, возможно, в будущем, также и на уровне Евразийского экономического союза, будут формироваться нормы по применению биомедицинских клеточных продуктов, по их регистрации и выводу на рынок. Но, тем не менее, пока что это такая сфера для исследований. Ну и посмотрим, как она дальше будет, собственно говоря, развиваться. И, наконец, для того, чтобы для себя сформировать понимание, что у нас есть в принципе про методы генной терапии, генной диагностики на уровне, скажем так, медицинского права, мы просто задали в базах данных нормативных актов ключевые слова для поиска и увидели, что методы генной терапии упоминаются в отдельных стандартах оказания медицинской помощи. Генно-терапевтические или генно-инженерные биологические лекарственные препараты, как термин, иногда даже с конкретными МНН, употребляются в ряде клинических рекомендаций. В ряде клинических рекомендаций также указаны на возможность, в принципе, применения методов генной терапии, либо существующих, если они есть, либо перспективных. И мое субъективное мнение заключается в том, что если искать по каким-то конкретным МНН или, может быть, добавить в ключевые слова поиска какие-то дополнительные виды диагностических исследований, то этих клинических рекомендаций, возможностей стандартов оказания медицинской помощи будет больше. И завершая наш анализ, хочу поделиться теми выводами, к которым мы пришли, пока разбирали вот это нормативное поле, которое существует. Первый момент, который мы видим, у нас отсутствует четко регуляторная структура, а также существуют пробелы и коллизии в регулировании. За счет чего это происходит? У нас достаточно хорошо расписано стратегическое движение в секторе развития генетических технологий, но при этом практически не расписаны инструменты, которые должны использоваться для достижения установленных целей и показателей. При этом на уровне федерального законодательства норм рамочных, на которые мы можем опираться, очень мало. Как мы шутим между собой в юридическом сообществе, слава богу, что нет запретов. И у нас есть базовое определение генетической терапии, генетической диагностики. И, в принципе, возможность использования генной терапии заложена на уровне закона об основах охраны здоровья граждан. Тем не менее, для выстраивания четкой регуляторной структуры этих норм недостаточно. Они должны быть более развернутыми. И когда мы консультируем непосредственно компании инновационные, которые пытаются вывести на рынок Российской Федерации какие-то инновационные лекарственные препараты или какие-то инновационные методы диагностики, например, вот в прошлом году мы разбирались с тем, что такое генетическое профилирование и как оно вообще регулируется в законодательстве Российской Федерации. И мы пришли тоже к такому субъективному мнению, что у инвесторов, которые сюда приходят вот с этими новыми продуктами, у них нет четкой дорожной карты, на которую они могут опираться. И зачастую они сталкиваются с ситуацией, которым нужно описать словосочетанием «добро пожаловать отсюда». Потому что, с одной стороны, у нас провозглашается важность и нужность развития этих технологий, устанавливаются ключевые показатели на уровне стратегических документов. А с другой стороны, непосредственно производители этих продуктов, они сталкиваются с достаточно серьезными регуляторными барьерами. Но при всем при том, опять же, мы сталкиваемся, вернее, мы приходим к такому выводу, что сейчас вот на данном этапе комплексно поменять правовое поле, чтобы написать так, как надо, чтобы всем резко стало хорошо, не получится. Во-первых, потому что нормативная база в секторе здравоохранения находится постоянно в зоне высокой турбулентности, нормативные акты меняются очень быстро. И если неделю не помониторить изменения законодательства, то можно действительно немножечко выпустить из того, что происходит именно с юридической точки зрения. Второй момент. Генной терапии, генная диагностика – это все-таки инновационные методы лечения, они новые. В Российской Федерации их мало. Ну вот те же самые биомедицинские клеточные продукты еще ни одному не зарегистрированы. Вот только была первая лицензия, и только первые клинические исследования проходят. Поэтому пока еще не сложилась вот эта медицинская часть, она разбивается, постоянно находится в зоне прогресса. Выстроить какое-то системное регулирование тоже будет сложно, потому что, во-первых, можно нечаянно не попасть или сформулировать рамочные нормы так, что они каким-то образом потом не позволят эти инновации развивать и приносить на рынок. И мы со своей точки зрения полагаем, что целесообразно начинать идти мелкими шагами, устранять существующие барьеры, которые мешают доступу пациентов к необходимой терапии, к новым методам лечения. И в том числе у врачебного сообщества в данном случае есть некий карт-бланш, потому что происходит пересмотр клинических рекомендаций, и они формируются некоммерческими организациями. В процессе формирования активно может участвовать научно-медицинское сообщество, и таким образом те методы, которые внедряются активно в клиническую практику, они могут постепенно перемещаться на уровень вот этих вот документов. И завершая свое выступление, ну так, чтобы оно было на позитивной ноте, есть в концепции развития персонализированной медицины очень хороший алгоритм нормативно-правовой, который необходимо использовать для того, чтобы постепенно на уровень нормативного регулирования, да, приходили вот эти инновационные методы лечения. Вот концепция развития персонализированной медицины говорит так, что у нас есть с вами четыре этапа. На первом этапе происходит разработка и внедрение методов персонализированной медицины, осуществляется формирование научных основ для развития методов персонализированной медицины, мер профилактики заболеваний на индивидуальной основе. На втором этапе обеспечивается трансляция научных основ практическое здравоохранение путем создания соответствующих диагностических тестов, персонализированных продуктов для лечения и технологий их производства с получением разрешения к применению при оказании медицинской помощи. Ну, это про регистрацию, собственно говоря. Третий этап – это проведение оценки медико-экономической эффективности разработанных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи в рамках клинической апробации. И четвертый этап – это когда положительные результаты оценки медико-экономической эффективности методов диагностики и лечения являются основанием для их включения в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации. И еще раз рассказываю немножечко о том, чем мы занимаемся. Вот мы как раз консультируем зачастую инновационные компании, которые выводят эти дорогостоящие препараты, которые пытаются включить их в перечень ЖНВЛП для повышения доступности, чтобы они попадали в госзакупки, для получения арфанного статуса этого лекарственного препарата, опять же для упрощения включения в ЖНВЛП, которые борются с дефицитами необходимых препаратов на рынке Российской Федерации. Вот прошлый год показал, что они могут возникать. Поэтому мы видим, как несовершенство правового поля, существующие административные барьеры, они действительно влияют и на деятельность инновационных компаний, и на доступ пациентов к инновационной терапии. И мы со своей стороны пытаемся участвовать во формировании вот этого прозрачного и понятного правового поля для устранения этих барьеров. Это огромная работа, которую все должны делать совместно. Я надеюсь, что по итогам этой работы вот то, что сейчас развивается, то, о чем вы рассказываете, методы геномного редактирования, вот эти инновационные генотерапевтические препараты, они будут выходить на рынок Российской Федерации, будут внедряться в практику. Спасибо. Спасибо, Мария Анатольевна. У нас все хуже даже, чем вы говорили, потому что в клинические рекомендации мы ничего не можем включить, если это не зарегистрированный лекарственный препарат. Это да. Если там и указывается, так только генноинженерные препараты, и мы не можем даже постепенно как-то это делать, потому что есть строгие правила по формированию клинических рекомендаций. То есть включение в клинические реки – это уже последний этап. Относительно закона об генноинженерной деятельности, сейчас академическое сообщество пересматривает этот закон и собирается оттуда выбросить всю медицину. И, честно говоря, я даже не сопротивляюсь в этом плане. Потому что какое отношение генодиагностика имеет к генноинженерной деятельности? Как будто бы никакой. С другой стороны, я понимаю так, что мы тогда вообще нигде не будем звучать? Или только в 323 ФСЗ мы будем звучать как-то отдельными словами? Я думаю, что нужно просто переносить те положения, те определения базовые, которые есть в законе генноинженерной деятельности, в наше профильное законодательство, то есть закон об обращении об охране здоровья граждан. И вот тогда вот это... Можно подготовить такие предложения для того, чтобы можно было сдать соответственно в Госдуму? Теоретически, конечно, можно. Практически это достаточно длительный процесс. Ну, то есть, смотрите, технически это не сложно сделать. То есть берутся базовые определения, которые есть в законе генноинженерной деятельности, оформляются в качестве закона проекта внесения изменений в закон об основах охраны здоровья граждан, добавляются туда. Другой вопрос, что юристу вот нужен совершенно четко, нужна помощь медицинского сообщества, потому что у меня ключевой вопрос. А вам с этими определениями как? Ну, то есть надо их поменять, прежде чем перенести профильное? Да, да, отчасти надо. Не буду углубляться в подробности, да, но, по-видимому, надо. То есть, в сущности, я так полагаю, что не надо сопротивляться, да? Пусть, собственно говоря, убирают из генноинженерной деятельности. Главное убедиться, чтобы они их не просто убрали, и чтобы они совсем исчезли из правового поля. Вот тогда будет очень плохо, если они уйдут, как таковые эти определения. Главное убедиться, что они перенесены в другой закон. А вот это уже сложно. Ну да. Понятно. Да, конечно, действительно, 323 ФЗ для нас основной. У меня еще такой был вопрос. Насколько сейчас вот законно, если мы действительно, вот то, что говорил Альберт Анатольевич, да, вот мы имеем платформу. Ну, я не знаю, проще говоря, есть платформа, например, вот у института имени Гамалеи. Ее можно использовать для генотерапии. Ведь, в принципе, мы можем это делать как клиническое исследование, да. Но перед этим мы должны, по-видимому, провести достаточно серьезную преклинику, да. Ну, я имею в виду преклинические исследования. Ну, там, начиная там инвитро, затем попробовали на мышах. Хотя не знаю, как это делать на мышах. Ну, ладно, допустим, потому что там все-таки другие конструкции. А дальше мы должны это все перенести в клинику, да. Принимает ученый совет решение, мы проводим клиническое исследование в рамках одного университета, например. То есть так, по-моему, условно говоря, так делают в европейских странах. У нас такая возможность есть или нет? Ну, смотрите, у Гамалии, у них специфическая история получилась, потому что они все-таки производят препарат от ковид. А препараты от ковид у нас сейчас регистрируются в очень особом порядке. В прошлом году было принято экстренное регулирование постановления правительства 4.4.1, которое устанавливает ускоренную процедуру регистрации, которая допускает регистрацию на основе неполных данных. А без регистрации, если мы не будем регистрировать. Вот мы ее создали в пробирке, а потом перенесли на пациентов. Честно говоря, лет 20 назад это было можно делать. Сейчас это можно или нет, я не знаю, честно скажу. У нас просто нет своей клиники. Мы работаем в этом плане только с другими партнерами. Ну вот, допустим, сейчас Светлана Анатольевна Смирникина, она закончила, допустим, разработку, ну не сейчас, ну ладно, Светлана Анатольевна испугалась, наверное, закончила разработку препарата для лечения муковисцидоза, да. И дальше, собственно говоря, мы перенесем его в клинику. Это возможно? Вот генотерапевтический препарат из лаборатории после того, как при клинику сделали уже, перенести в клинику? Вы не можете вот четко ответить в этом плане? Можно получить разрешение Минздрава на проведение клинического исследования, да. Понятно. У нас, смотрите, какая интересная ситуация. Вот раньше процедура регистрации лекарственного препарата была слита с проведением клинических исследований. То есть сначала надо было податься на регистрацию, да, а потом вот делать клинику со всеми стоп-таймами и расширением этой процедуры. В итоге этот режим все-таки был упрощен, и можно сначала получить разрешение на клиническое исследование, его провести, а потом уже думать, подаваться на регистрацию или подаваться. А можно вот вопрос тоже задать? Конечно. Вот вы упомянули такой инструмент, как клиническая апробация. То есть когда клиническое исследование делается не с целью потом зарегистрировать лекарственный препарат, а просто в формате, а давайте попробуем, ну я условно говорю, а давайте попробуем, посмотрим, как это работает, а потом примем решение идти ли нам на полноформатное клиническое исследование, которое выльется в регистрацию лекарственного препарата. Вот что вы можете сказать про вот применение в формате НИР, научно-исследовательской работы, или применение в формате клинической апробации? Нет. Вот я сразу перебью, потому что это немножко не так. Клиническая апробация, Аргений Анатольевич, это когда технология разработана, а вообще-то вы правы, технология разработана в рамках НИР, да, и потом подается заявка в Минздрав. Я просто представитель лекарственного комитета, который рассматривает все протоколы клинических апробаций. Это интересно. То есть одно дело клиническое исследование, которое нужно получить разрешение, а вот как бы получается для клинопробации, хотя нет, извините, одним из условий клинопробации является зарегистрированность абсолютно всего, что входит в состав этой апробации. Зарегистрированные препараты, там какая-то новая, там додеревковка, например, вот это может быть клинопробация. Да, вы никак не попадаете под клинопробацию, ну и мы тоже, соответственно. Только то, что имеет регистрацию. Это, знаете, правда, не касается хирургии, когда они какой-нибудь особый подход, там разрез какой-нибудь, там не вдоль, а поперек делают. Вот там этого нет, да. А вот когда лекарственный препарат или вообще какое-то лечение такое, то оно должно быть зарегистрировано, потому что это называется так, оказание медицинской помощи в рамках клинической апробации. Вот. Поэтому только клиноследование. Извините, что я внедрился. Вот. Я полностью поддерживаю. Я еще хотела сказать такую интересную вещь. Когда я говорила про клиническую апробацию, я ссылалась как раз на вот эти стратегические документы. И вот здесь, с точки зрения юридической техники, у нас есть некоторая проблема, потому что законы присоединяются в одно время, а стратегические документы в другое время, и стратегические документы написаны достаточно вольно. Поэтому вот стратегические документы надо рассматривать с точки зрения вектора, но термины очень-очень аккуратно интерпретировать с позиции действующего федерального законодательства. Так. Значит, получается так. Создали, подали в Минздрав и, соответственно, проводим клиническое исследование. То есть как за рубежом там есть эта фарма, когда финансируют, а есть называется Investigator Initiated Trial. То есть клиническое исследование инициировано исследователем. То только вот таким образом. Ну, за рубежом есть еще и Compassionate Use процедуры, когда для конкретного пациента, у которого, ну, скажем так, неизлечимые заболевания, ну, там это, сейчас я не могу точно сформулировать, но, то есть заболевание, которое очень серьезное и несет непосредственную угрозу для жизни пациента. А многие орфанные заболевания, в общем-то, легко попадают под такое определение. Супер, а у нас такой нормы нет нигде. У нас есть возможность использовать незарегистрированные препараты, когда принимается... Да, но он препарат, да, и он, как правило, эта норма действует в отношении того, что зарегистрировано где-нибудь в США и в Европе, да, и возится по разрешению Минздрава. Это не написано в нашем законодательстве. Там написано «Незарегистрированный территорий Российской Федерации». На самом деле там нет такого, что он может и там быть незарегистрирован. Такого нет ограничения, ну, если так дословно читать закон. То есть получается, что он должен все равно где-то быть зарегистрирован? По нашему законодательству не обязательно. Не обязательно. А вот еще один такой вот юридический казус. У нас Конституция гарантирует здоровье гражданину, так? И если нет ни одного другого метода лечения, а вот ученый в университете есть разработанный препарат, гражданин говорит по Конституции, вы обязаны меня как бы обеспечить мое здоровье. Не разработали? Это ваша проблема. Вот здесь вот есть научная разработка, и я готов как бы для того, чтобы ее применили на меня. Если Минздрав говорит нет, как бы мы против, мы запрещаем, это не прошло наши как бы процедуры регистрации, гражданин говорит Конституция выше Минздрава. Мало ли, что у вас нету закона, вы нарушаете мои конституционные права на здоровье. Вы знаете, Мария Анатольевна, извините, вы говорите, Мария Анатольевна. Я просто вспомнила, мы проводили анализ в течение последних нескольких лет практики судов общей юрисдикции по оспариванию отказов как раз со стороны региональных органов здравоохранения в обеспечении пациента, в том числе, незарегистрированными препаратами. И вот интересная вещь, что этих судебных решений было очень мало, буквально там одна-две штуки, но тем не менее, вот если препарат не был зарегистрирован где-то в Европе или в США, то суды не поддерживали риск пациента, говорили о том, что у вас нету четкого медицинского заключения о том, что этот препарат будет иметь для пациента больше пользы и не принесет ему больше рисков. И вот когда препарат зарегистрирован в Европе и в США, он не зарегистрирован в России, то пациенту в суде проще доказать, что он имеет право на обеспечение этим препаратом. Потому что вот когда региональные органы здравоохранения приходят в суд и начинают обосновывать свою позицию об отказе, они могут говорить, что если и там препарат не зарегистрирован, то они не уверены сильно, что пациенту от этого будет больше пользы, чем вреда. И вот суды, которые, как мы знаем, не обладают медицинскими познаниями, они могут соглашаться с этими доводами. Марина Анатольевна, спасибо вам огромное. Мы очень надеемся на сотрудничество с вами. Ладно? Конечно. Говорились, да? Это Екатерина Юрьевна с вами, как сказать, сотрудничаете? Или кто? Сознаетесь. Мы через общественные наши связи. Прекрасно. Значит, я знаю, кого просить. Потому что из генной инженерной деятельности мы вылетим, и я, собственно говоря, считаю, что и правильно. Значит, нам нужно серьезно подумать о том, чтобы мы не понесли ущерба. Спасибо огромное. Вам спасибо. Да, коллеги, мы, конечно, задержались, но у нас очень интересная такая дискуссия. Ну, я думаю, что просто мы в конце меньше дискутировать будем. И мы переходим к более таким уже конкретным докладам после таких установочных. И я прошу Соловьеву Валерию Владимировну, КБН, ведущий научный сотрудник НИЛОМИКСной технологии, Казанский федеральный университет, и тема «Новые возможности генной инженерной терапии метахроматической лейкодистрофии». Вот. И мы, помню, с Екатериной Юрьевной слышали доклады аналогичные от зарубежных коллег на СИЭМ, по-моему, пару лет назад. Пожалуйста, Валерия Владимировна. Добрый день, уважаемые коллеги. Я бы хотела рассказать про разработки нашей лаборатории в области генной терапии метахроматической лейкодистрофии, ну и обсудить новые возможности и экспериментальные методы лечения. Метахроматическая лейкодистрофия – это аутосомно-рецессивное наследственное нейродегенеративное заболевание, относящиеся к группе лизосомных болезней накопления, которое характеризуется поражением миелиновой оболочки, покрывающей большинство нервных волокон центральной и периферической нервной системы. МЛД возникает вследствие дефицита лизосомного фермента арилсульфатазы А или белка-активатора сапазина В, которые необходимы для гидролизосульфатидов, а сфинголипидов, содержащихся в миелине. Частота встречаемости данного заболевания 1 к 40 тысяч новорожденных. В мире насчитывается около 160 тысяч человек с данным заболеванием. При МЛД сульфатиды накапливаются в различных клетках и тканях организма, преимущественно в нервной системе, и образуют так называемые метахроматические гранулы. В основном сульфатиды накапливаются в олигодондроцитах, микроглии, нейронах центральной и нервной системы, швановских клетках, макрофагах ПНС и клетках внутренних органов, например, в клетках желчного пузыря, что повышает риск развития злокачественных наобразований данного органа. При МЛД происходит демиэллинизация, нейродегенерация, дисфункция астроцитов и развивается сильный воспалительный ответ в нервной системе. Симптомы заболевания – это нарушение двигательной функции, спастический тетропорез, атаксия, судороги, атрофия зрительного нерва и когнитивные расстройства. Существует несколько форм метахроматической лейкодистрофии. Самые тяжелые из них – это поздняя инфантильная форма. Клиническая манифестация проявляется до 3 лет. В среднем такие дети не доживают до 5 лет, если не провести, например, трансплантацию костного мозга и не применять поддерживающее лечение. Ювенильная и взрослая форма – они менее тяжелые, прогрессируют менее сильно. Ювенильная форма развивается в возрасте от 3 до 16 лет, взрослая форма – после 16 лет. В среднем продолжительность жизни составляет около 20 лет при ювенильной форме, после постановки диагноза. При взрослой форме пациент может прожить до 30 лет после постановки диагноза. Как таковых методов лечения МЛД нет. Применяется симптоматическое поддерживающее лечение. Из наиболее перспективных можно выделить заместительную терапию и трансплантацию костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток. Проведено клиническое исследование рекомбинантного фермента арса человека. При его интеротекальной инъекции в течение 38 недель показано, что при терапии дозой 100 мг отмечается неоднозначное улучшение моторной функции, а также улучшение глотательной функции и общего уровня жизни. Также проводится трансплантация костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток для таких пациентов, чтобы снизить скорость прогрессирования заболевания. В исследованиях показано, что у пациентов, получивших трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток или костного мозга до начала проявления симптомов или на очень ранней симптомной стадии, заболевание стабилизируется, снижается скорость потери моторных и когнитивных функций и демилинизации центральной нервной системы. Как дополнительный подход с использованием стволовых клеток могут применяться мезонхимные стволовые клетки. Это стволовые клетки взрослого организма, которые можно получить из различных тканей, в том числе костный мозг, шировая ткань и другие. В литературе описано два клинических случая применения мезонхимных стволовых клеток для терапии МЛД. В первом клиническом случае участвовали 6 пациентов. Они получали внутривенную инфузию мезонхимных стволовых клеток костного мозга после трансплантации костного мозга. У 4 из 6 пациентов с МЛД наблюдалось улучшение скорости нервной проводимости, однако не было отмечено изменение психического и физического состояния пациентов. Второй клинический случай был проведен у взрослого пациента со взрослой формой МЛД. Было показано, что после внутривенной инфузии мезонхимных стволовых клеток через 40 месяцев после инфузии наблюдалась стабилизация всех неврологических проявлений заболевания. Из наиболее успешных экспериментальных методов являются генетически модифицированные гемопоэтические стволовые клетки. Этот метод использует модификацию CD34 положительных гемопоэтических стволовых клеток с использованием лентивируса, кодирующего гена рилсульфатазы А. При генетической модификации получаются стабильные гемопоэтические стволовые клетки со сверхэкспрессией ARSA. То есть они ее экспрессировать будут постоянно. Доказана безопасность и эффективность применения данных клеток на 9 пациентах. У всех 9 пациентов спецсимптомной или очень ранней симптомной стадии заболевание не проявилось и не прогрессировало. Однако у одного пациента из 9, у которого на момент начала лечения уже были симптомы заболевания, показатели двигательной активности не улучшились. Также существуют методы генотерапии. Очень много проведено исследования на модельных животных. Также проведено клиническое исследование эффективности и безопасности аденосоциированного вируса 10-го сиротипа, кодирующего рилсульфатазу А. В клиническом исследовании принимали участие четверо детей с предсимптомной или очень ранней симптомной стадии МЛД. Им было проведено 12 инъекций в белое вещество головного мозга. Однако терапия не показала эффективности у детей. У них развитие МЛД существенно не отличалось от естественного анамнеза заболевания. Однако на генотерапию крест ставить не стоит, потому что необходимо оптимизировать методы доставки, условия введения, оптимизировать сиротипы вирусов для повышения ее эффективности. Также генотерапия может быть как дополнительным методом, например, после трансплантации костного мозга, для того, чтобы снизить скорость прогрессии заболевания. Мы в нашей лаборатории провели пилотное доклиническое исследование, чтобы оценить функциональность и безопасность аденосоциированного вируса 9-го сиротипа, кодирующего ARSA, при внутривенном и интеротекальном введении свинья. Задача исследования – провести анализ экспрессии ARSA в различных отделах центральной периферической нервной системы после внутривенного интеротекального введения AV9 ARSA, оценить ферментативную активность ARSA в различных отделах центральной периферической нервной системы после внутривенного и интеротекального введения вируса и определить основные биохимические показатели крови свиней на фоне генотерапии. Нам было показано, что после интеротекального введения аденосоциированного вируса с геном ARSA в коре мозжечка наблюдались трансдуцированные нейроны Пуркинье, которые сверхэкспрессировали ARSA. Также наблюдались сверхэкспрессирующие ARSA нейроны в супрахноидальном пространстве коры затылочной доли головного мозга. При внутривенном введении также наблюдались сверхэкспрессирующие нейроны Пуркинье в коре мозжечка головного мозга, что указывает на то, что при внутривенном введении вирус может проникать в центральную нервную систему. При интеротекальном введении не было отмечено статистической разницы в экспрессии ARSA в спинном мозге, в шейном и грудном отделах между интактным контролем и опытной группой. В поясничном отделе были найдены единичные мотонейроны в вентральных рогах, сверхэкспрессирующие ARSA в опытной группе. При внутривенном введении в спинном мозге не были обнаружены сверхэкспрессирующие ARSA клетки. При интеротекальном введении показано, что вирус не проникает в периферическую нервную систему, а при внутривенном введении картина совсем другая. В спинном мозговых ганглях была отмечена значительная экспрессия ARSA в опытной группе по сравнению с интактным контролем. То есть при внутривенном введении вирус проникает в периферическую нервную систему и сверхэкспрессирует ARSA. Также был проведен анализ ферментативной активности в различных отделах центральной нервной системы и показано, что как при интеротекальном, так и при внутривенном введении отмечено повышение ферментативной активности ARSA в различных отделах ЦНС. При анализе биохимических показателей крови не было отмечено значительных изменений, что указывает на то, что введение аденосированного вируса с кодирующего геонорилосульфатазы А в принципе может быть безопасным. Из выводов можно сделать вывод, что при интеротекальном введении вирус способен транзуцировать клетки центральной нервной системы и экспрессировать функционально активный фермент. При интеротекальном введении вирус не проникает в ПНС и не было отмечено на побочных реакциях у подопытных животных. При внутривенном введении вируса происходит трансдукция нейронов Пуркинье в мышечке, что свидетельствует о проникновении вирусов ЦНС с периферии. Также показано повышение ферментативной активности ARSA в различных отделах ЦНС после внутривенного введения вируса. При внутривенном введении вируса происходит трансдукция нейронов спинномозговых ганглиев, что не было отмечено при введении аналогичной конструкции интеротекально. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Есть ли, коллеги, еще вопросы? Нет вопросов. Тогда мы переходим к следующей теме. Светлана Анатольевна Смирнихина, заведующая лабораторией редактирования генома медико-генетического научного центра геномное редактирование в лечении муковицидоза. Пожалуйста, Светлана Анатольевна. Спасибо организаторам конференции за то, что пригласили меня выступить с этим докладом. Я представляю медико-генетический научный центр и расскажу о наших достижениях в области лечения муковицидоза, такая экспериментальная разработка терапии, основанная на геномном редактировании. муковицидоз – это заболевание одно из самых частых среди редких наследственных заболеваний. И основное поражение при этом заболевании – это поражение легких. Соответственно, развивается дыхательная недостаточность, и смерть наступает чаще всего именно от дыхательной недостаточности в среднем возрасте. Это вот особенно рецессивное заболевание, которое возникает в результате мутации в гене Сифтиар. Этот ген кодирует дихлорный канал на пиокальной поверхности эпителиальных клеток легких. И в случае мутации в этом гене развивается либо неполноценный, либо вообще не функционирующий канал. В результате нарушается дисбаланс ионов хлора и натрия, и это приводит к образованию во внутренних протоках, в альвеалах и в поджелудочной железе чаще всего, накоплению слизи, которая нарушает всю функцию соответствующего органа. Это, как я уже говорила, одно из самых частых наследственных заболеваний. Его частота достигает 1 на 3 тысячи человек и высокая частота носительства мутаций, которые приводят к этому заболеванию. Самой частой мутацией является мутация Дельта-Ф508. Она встречается примерно у 70% больных в Европе. И она сопровождается потерей трех нуклеотидов, ЦТТ, в кодирующей последовательности гена Сифтиар. И это приводит к потере одной аминокислоты фенилаланина. И это, в свою очередь, приводит к тому, что канал вообще не образуется. То есть на опекальной поверхности эпители, эпителиальных клеток совершенно нет данного канала. Лечение существует для муковисцидоза. До недавнего времени было доступно только асиптоматическое лечение. Но вот в последние десятилетия все больше появляется патогенетических препаратов, которые потенцируют или корректируют канал Сифтиар. Однако в России пока ни один из препаратов не зарегистрирован. И они подходят лишь определенному перечню пациентов, имеющих определенные мутации. И сопровождаются большим количеством побочных эффектов. Все это заставляет нас искать другие пути лечения муковисцидоза. И мы в нашей работе сосредоточились на развитии этиотропного лечения, то есть направленного на устранение причины заболевания, а именно на устранение мутации. Мы делаем это с помощью метода CRISPR-Cas9, про который уже говорил Альберт Анатольевич сегодня. Это метод, который позволяет целенаправленно модифицировать геном любой клетки. Я чуть-чуть остановлюсь поподробнее на этом методе, чтобы было понятно вообще, что мы делаем. Метод, по сути, этот метод состоит из трех необходимых компонентов. Первый компонент – это белок, который называется нуклеаза, Cas9. Он, собственно, нужен нам для того, чтобы сделать двуцепочечный разрыв ДНК в нужном нам месте, в месте мутации чаще всего. И нужно это место, этот белок, находит с помощью короткой РНК, который имеет небольшой участок комплементарный таргетному участку, в который мы хотим что-то внести, какое-то изменение. И второй частью эта РНК соединяется с нуклеазой. Соответственно, когда возникает двуцепочечный разрыв ДНК, дальше включаются естественные системы репарации, которые находятся в клетке. И дальше репарация идет либо по типу негомологичного соединения концов, просто с легированием образовавшейся бреши ДНК, либо по типу направленной гомологичной репарации на основе рекомбинации с молекулой, которая имеет, собственно, плечи гомологии, то есть повторяющиеся сегменты в своем составе, которые находятся в области созданного двуцепочечного разрыва. И путем рекомбинации мы можем встроить либо небольшой, либо даже большой фрагмент генов в ту область, в которую мы хотим. И, собственно, на этом принципе основан метод геномного редактирования, который направлен на исправление мутаций. То есть разрезать ДНК в месте, где есть мутация, и позволить клетке зарепарировать этот разрыв с помощью рекомбинации с правильной последовательностью ДНК, которая уже не содержит мутацию. Таким образом мы можем исправить любой практически тип мутации. Значит, в нашей работе мы используем три разных КАС-9. Это две мутантные формы и СП-КАС-9, и с рептококус-пиогенос, которые обладают высокой специфичностью. То есть основным недостатком метода CRISPR-КАС-9 является то, что он способен производить двуцепочечные разрывы не только там, где нам нужно, но и еще в других случайных местах в геноме. И вот эти два типа нуклеаза, они обладают меньшим, меньше неспецифической активностью, меньшим муфтаргетным эффектом, чем нуклеазы дикого типа. И также мы используем СА-КАС-9 из стафилококуса-ауреус. Она имеет меньший размер по сравнению со СП-КАС-9 и подходит для доставки любым вирусным вектором, включая аденоассоциированные вирусные векторы. Поэтому, в принципе, работать с этой нуклеазой перспективно. Как я уже говорила, помимо нуклеаза необходима еще направляющая РНК, которая приведет нуклеазу в нужное место. Мы используем четыре разных направляющих РНК. Две из них на мутацию непосредственно, и две немного в стороне, просто чтобы проверить работоспособность и что будет лучше. И для третьих компонентов КРИСПРКАС-9 является донорная молекула, которая не содержит мутацию, содержит правильную последовательность того локуса, который мы хотим исправить. То есть содержит три необходимые нуклеотида СТТ, которые в случае рекомбинации должны восстановить правильную последовательность этого гена. И мы используем четыре разных коротких одноцепочечных олигодосоксирипонуклеотидов. Схема нашего эксперимента довольно простая. Мы делаем на разных клеточных культурах эксперименты. Прежде всего, это культура индуцированных плюрипатентных стволовых клеток, получаемых от пациентов с муковиститозом, собственно, имеющих ту мутацию, которую мы хотим исправить. Получаем мы индуцированные плюрипатентные стволовые клетки из фибробластов кожи. Берем, добавляем в них факторы репрограммирования и получаем колонии индуцированных плюрипатентных стволовых клеток, полностью их характеризуем. Дальше трансфицируем в виде плазмид компоненты CRISPR-Cas9 в культуру клеток. И дальше с помощью глубокого таргетного секвенирования на основе НГС мы проверяем эффективность того, что мы сделали. Значит, первые наши эксперименты мы проводили на клеточной культуре HEG-293T. Это клеточная культура модельная, на которой удобно отрабатывать, в принципе, любые методы вмешательства в геном. Она не содержит мутацию искомую, которую нужно исправить, поэтому мы искусственно вводили эту мутацию путем ко-трансфекции дополнительной плазмиды, которая содержала фрагмент гена СЕФТИАРС с искомой мутацией. И оценивали, как у нас этот локус исправляется, и получили не очень высокий результат. То есть одна из комбинаций, здесь у нас указаны комбинации нуклеазы и направляющие РНК. На зеленом графике показана доля аллелей, которые восстанавливаются неправильно с помощью негомологичного соединения концов. Оранжевый график показывает те же комбинации, но это правильное восстановление последовательности гена, то есть вставка трех нуклеотитов, которые мы хотели вставить. И вот одна из комбинаций, она показала эффективность коррекции мутации всего 0,7% аллелей. И она была не очень точна, скажем так, лишь в 61% аллелей эта вставка была правильной и не сопровождалась никакими другими изменениями. Остальные комбинации были менее эффективны. Следующая клеточная культура, на которой мы провели эксперименты, это была иммортализованная клеточная линия эпителия трахеи от больного муковицидоза. Она уже содержала в геноме мутацию ТЛТФ-508 в гомозиготе. Но параллельно мы, так же, как и в клеточной культуре предыдущей ХЕК-293Т, все-таки вносили дополнительную плазмиду с мутацией, чтобы оценить, влияет ли архитектура геномного сайта на эффективность редактирования. И когда мы оценили эффективность разрезания таргетного локуса в плазмидном и геномном локусе, то мы не обнаружили никаких различий между тем, какой локус мы редактируем. Но когда мы посмотрели на процент аллелей, в которых произошло изменение, а именно исправление мутации, то мы получили, что в геноме, в эндогенном локусе эффективность коррекции мутации достоверно выше была, чем когда мы оценивали эффективность коррекции мутации в плазмидном локусе, что, собственно, может объяснить частично те невысокие цифры, которые мы получили на предыдущей клеточной культуре ХЕК-293Т, потому что там мы только плазмидный локус редактировали. Но в любом случае эффективность редактирования мутации тоже была не очень высокая, примерно 1,5% аллелей. Так как аллелей у нас в два раза больше, чем клеток, то мы можем гипотезу выдвинуть, что примерно 3% клеток у нас отредактировались. Ну и вот часть по индуцированным плюрипотентным стволовым клеткам. У нас есть 5 линий от разных пациентов индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, и на одной из них мы провели эксперимент по редактированию мутации. Все клетки и пояска мы получаем из фибропластов, разными методами. Первые линии мы получали с помощью Синдай-вируса, коммерческого набора, который несет в себе факторы репрограммирования. Последние линии клеток мы получали уже с помощью МРНГ-ового набора, который показался нам лучше и эффективнее. Соответственно, мы все линии наши полученные характеризуем полностью на экспрессию маркеров плюрипотентности, на способность дифференцировки в три зародышевых листка, на наличие мутации искомой, которую мы хотим исправить. Ну и если это случай в гетерозиготах, как в данном случае, то смотрим еще и верифицируем наличие второй мутации. Мутации мы смотрим как в исходных фибробластах, так и в полученных линиях ИПСК. Проверяем, что кариотип правильный, не перестроенный. И только в этом случае продолжаем работу. Все наши клеточные культуры мы регистрируем в Европейском Клеточном банке стволовых клеток. И получаем связанную с этим публикацию в StenCell Research. И если говорить о результатах редактирования мутации Delta 508 в культуре ИПСК от одного из пациентов, то мы видим, что эффективность разрезания таргетного локуса выше, чем в остальных культурах получается. И эффективность коррекции мутаций, опять же, выше, чем в предыдущих двух культурах. Опять же, мы получаем достоверные различия между эффективностью коррекции мутаций в геноме, в эндогенном локусе, по сравнению с экзогенным локусом, то есть привнесенным в отдельной плазмиде. И эффективность коррекции составляет примерно 2,5% аллелей, то есть примерно 5% клеток. Достаточно ли этого будет для того, чтобы вылечить пациента? Нет, недостаточно. По литературным данным, 10 до 15% клеток должны экспрессировать правильную копию гена CFTR, чтобы получить какой-то клинический эффект. Поэтому нам есть что улучшать, есть направление, в котором нам дальше работать. И у нас будет еще один доклад сегодня, самый последний. Арина Анучина его представит, в котором будет показано, каким образом мы можем повысить эффективность коррекции мутаций и что мы, собственно, в будущем планируем сделать. Спасибо за внимание. Можно дилетантский вопрос? Вот забыл я, когда в университете учился, мы про это заболевание учили. А это доминантно-негативная мутация? То есть, условно говоря, наличие даже одного аллеля приводит к проявлению этого заболевания. Это рецессивное заболевание, необходимо две мутации. То есть, если мы исправим мутацию хотя бы в одном аллеле, это уже будет, собственно, практически излечение заболевания, потому что мы переведем пациента из болеющего в носителя. А почему не рассматриваются варианты доставки к ДНК? Потому что клинические исследования показали неэффективность такого подхода. Потому что к ДНК существует ограниченный период времени в клетке, потом она разрушается, и, собственно, ежемесячно необходимо повторять в введение этого препарата. А в чем прелизм? Кажется, это еще анатомические, гистологические. То есть, это же однослойные эпители. И эффективность трансфекции, на самом деле, она, по-моему, невысока. Вот мне так помнится. В том смысле, что попадает небольшое количество. Ну, как это правильно выразиться? Ну, небольшое количество клеток оказывается трансфицированными, соответственно, и результат получается не очень такой хороший. Там, да, многокомпонентные, так скажем, проблемы, и эффективность трансфекции и трансдукции. И смена клеток идет же достаточно быстро. То есть смена клеток. А это нужно именно достичь того, чтобы эпители именно содержал вот эти вирусную конструкцию. Он, по-моему, меняется за буквально несколько недель, кажется. Или даже одну неделю, не помню. Санна Анатольевна, а вот как бы хоуминг недифференцированных клеток с последующей дифференцировкой, так скажем, ин-ситу, он возможен или нет? Есть такие работы? Ну, да, на животных показано, что при эндокрахеальном и даже при внутривенном введении они достигают нужного места, закрепляются там и дифференцируются на месте. То есть без дифференцировки предварительной тоже, да? Ну, они чуть-чуть, ну, нет, это не ИПСК, конечно, это все-таки как коктейль вот этот вот из разной степени дифференцировки клеток. Комитир. Да, да, да. Понятно. Коллеги, есть еще вопросы? Ну что, спасибо большое. Я, очень интересное сообщение, тем более, что я не первый раз слышу. Спасибо, Светлана Анатольевна. Вот, и мы сейчас предлагаем и просим Александру Вячеславовичу Лаврову, ведущему научному сотруднику этой же лаборатории, вот, со своим докладом. Нокаут и пропуск экзона. Сейчас, по-моему, даже в вопросах где-то это звучало, про доминантные эффекты и про возможности редактирования не аутосомно-рецессивных заболеваний. Вот, наверное, такой подход, нокаут и пропуск, он в том числе эффективен для доминантных заболеваний. Сейчас посмотрим, как это может быть использовано. Несколько слов введения. Генная терапия, она рассматривается как классическая, которая несколько десятков лет с добавлением гена. И то, о чем мы говорим, о том, что можно гены внутри родного генома исправлять или ломать, о чем будет доклад. В чем преимущество и недостатки двух методов, я хотел бы кратко напомнить, а может быть, что-то назвать. В случае классической генной терапии, когда мы привносим ген, как сейчас обсуждалось в вопросах, это может быть ген в форме КДНК, например, в организме остается ген с мутацией. И зачастую это продолжает оказывать негативный эффект, особенно для доминантных негативных эффектов. Векторы ограничены своей пакующей способностью, соответственно, мы не можем вводить большие гены. Если ген муковисцидозу можно ввести, то много генов, которые ввести нельзя, например, тот же самый дистрофин для лечения миодистрофии Дюшена. Безусловно, остается вопросом доставка в самом широком смысле, как доставка в принципе хоть куда-нибудь, хоть чего-нибудь из генетических конструкций, так и адресная доставка для того, чтобы доставлять в нужный тип клеток. Зачастую нужный тип клеток – это стволовые клетки, которые дополнительно защищены и чисто механически, и физиологически не позволяют достигать той же самой степени эффективности трансфекции, которую можно показать для клеток, дифференцированной соответствующей ткани. Ну и, наконец, при классической генной терапии гены элиминируются, добавленные, то есть возникает вопрос о том, что нужно постоянно добавлять ту конструкцию, которую мы вводим, а это и дороговизна, пожизненная терапия и дополнительная иммуногенность, потому что практически всегда доставка генной конструкции связана с тем, что мы используем какие-то несущие конструкции, либо это вирусные конструкции, либо это липидные капли, но так или иначе они могут вызывать иммунную реакцию организма. В случае же с новыми технологиями геномного редактирования, и я говорю здесь, в общем-то, исключительно, наверное, о CRISPR-Cas9, хотя технологии геномного редактирования появились и до них, но в настоящее время, наверное, о них говорить не очень осмысленно, просто потому что CRISPR-Cas9 легче в реализации, его становится все больше и больше, несмотря на то, что есть несколько клинических исследований с применением таллинов и цинковых пальцев. Тем не менее, для геномного редактирования остается вопрос именно тоже доставки. Как доставить те самые геномные ножницы в нужную клетку или в нужную ткань? Кроме того, возникает вопрос у очень многих, нет ли каких-то побочных эффектов, приводящих к мутагенезу, с одной стороны, в области непосредственного влияния наших ножниц, а с другой стороны, неспецифического влияния в других местах организма, потому что доставляемо, естественно, не одну копию конструкции, а много, и чисто случайно они могут что-то где-то повредить в геноме. Из-за низкой эффективности мы встаем все время перед вопросом того, а можно ли делать повторное введение, чтобы те самые 3-5% превратить, может быть, при повторных введениях в 10-15%. Ну и возникает вопрос иммуногенности. Тем не менее, наверное, все-таки геномное редактирование открывает новые возможности. Самое основное, что лежит в геномном редактировании, не побоюсь это повторить, тем более, что я вижу, есть у нас трансляция на Ютубе, может быть, кто-то будет потом пересматривать. Адресный разрез, разрез там, где мы хотим ДНК. Что дальше с этим разрезом можно делать? Естественно, можно разрез репарировать, нужно редкий разрез репарировать одним из каких-то способов, и два этих способа основные. Один только, что Светлана продемонстрировала, как может быть использована гомологичная репарация для исправления гена, когда нам нужно получить точно восстановленную идеальную ген аллель дикого типа. Но нокауты тоже могут быть использованы. Нокауты получаются при всем при этом гораздо чаще, чем гомологичная репарация, просто потому что этот путь превалирует в жизни клетки, случаясь на протяжении всего ее клеточного цикла, а гомологичная репарация случается только в очень ограниченный временной интервал. Поэтому большинство наших воздействий приводит к тому, что возникает негомологичное соединение концов. И ошибки так или иначе всегда возникают. Только в некоторых ситуациях мы можем использовать эти ошибки для пользы именно в медицинском смысле, потому что, вообще говоря, ошибки и нокауты используются для изучения функций генов. Посмотрим на одном из самых изученных заболеваний, миодистрофии Дюшена Бейкера и, соответственно, одно из самых изученных заболеваний с точки зрения разработки генетерапии. Какие здесь встречаются мутации при миодистрофии Дюшена Бейкера? В случае нонсенс-мутации может образовываться стоп-кодон, прекращается синтез белка. В случае дилетции или дупликации возникает сдвиг рамки считывания, опять же, возникает преждевременный стоп-кодон, отсутствие дистрофины. Это тяжелая форма заболевания. Много очень случаев, когда дилетируются протяженные участки, тоже со сдвигом рамки считывания, тоже с отсутствием дистрофины. Но если возникают мистенс-мутации, не приводящие никаким появлением стоп-кодонов, или получаются протяженные дилетции или дупликации, которые не вызывают сдвига рамки считывания, приводят только к формированию аберрантного белка, то в этих ситуациях развивается более легкая форма миодистрофии, миодистрофии Бейкера. И это позволительно для клетки именно потому, что пусть какой-то не до конца правильно работающий или укороченный дистрофин, тем не менее, выполняет свою функцию. Соответственно, как можно дойти к лечению миодистрофии Дюшена? Можно просто пропускать зоны, в которых находятся повреждения, приводящие к сдвигу рамки считывания или к преждевременной терминации синтеза белка. Можно эти экзоны физически удалять из генома. Пропуск экзона подразумевается, что мы можем таким образом повостействовать на сайт сплайсинга экзона, что 47-й экзон соединится с 49-м экзоном, и стоп-кодон, который находится в 48-м экзоне, читаться не будет. Можно прямо на этапе ДНК удалить, вызвав два уже разреза, что, безусловно, сложнее удалить один из экзонов или даже пару экзонов. Дальше классические пути восстановления рамки считывания точным, прецизионным воздействием на геном, фактически с использованием HDR. То же самое, только с более сложным вариантом протяженной замены экзона. Так вот, первые два варианта – пропуск экзона за счет поломки сайта сплайсинга и вырезание целого экзона – это фактически те методы, которые позволяют использовать только негомологичные соединения концов, превалирующий метод репарации повреждений, которые мы вносим с помощью CRISPR-каз-технологии. Это действительно был один из самых первых, наверное, удачных, красивых экспериментов. В 2016 году было показано, что можно сделать вырезание за счет двух ударов в интронных областях, вырезание 23-го экзона со стоп-мутацией и с восстановлением, соответственно, рамки считывания. Здесь можно увидеть, что экзоны показаны разными способами их края. Когда у экзона прямой срез, то это означает, что здесь заканчивается триплет одной аминокислоты и начинается триплет следующей аминокислоты. Соответственно, если мы целиком такой экзон вытаскиваем, то 22-й экзон соединяется с 24-м без повреждения рамки считывания. Ну и было показано, что это было сделано на животных, на мышах, было показано, что при внутримышечной инъекции удается достичь нормальной экспрессии дистрофина в миофибрилах и, в общем, даже с приличным уровнем белка. Через, получается, 4-5 лет, с поправками на сами исследования и публикации протяженные, было показано, что можно очень хорошего эффекта получать при системном введении. Причем, обратите внимание, что работа проведена на крупных животных, на свиньях, и системное введение аденоассоциированного вектора с системой КАЗ-9 и направляющей РНК для того, чтобы вырезать 51-й экзон, в котором, собственно говоря, и наблюдали мутацию, приводящую к остановке синтеза, удалось показать улучшение. Красным цветом показан фиброз, соединительная ткань вокруг мышечных волокон, и видно, что в нормальной ткани ее ограниченное количество сколько нужно, как в бицепсах, так и в диафрагме, а при дистрофии развивается излишнее фиброзирование мышечной ткани, а после введения препарата восстанавливаются мышечные волокна и там, и там, что важно в диафрагме, тоже показано, потому что, естественно, мышечная дистрофия Дюшена одним из основных своих клинических проявлений имеет нарушение дыхания, нарушение сердечно-сосудистой деятельности. Про миодистрофию Дюшена здесь будет не лишнее отметить несколько моментов. Этот слайд не про генную терапию, а просто про успехи. Есть препараты, которые без всякой генной терапии, без вырезания экзонов или без повреждения ДНК вызывают пропуск экзонов. Один из первых препаратов, который прошел одобрение в ДИИ в 2016 году, это экзон, диспятьдесят первого экзона. Вот буквально несколько дней назад новости на русском языке, что очень приятно наблюдать, что можно что-то взять из русскоязычного научно-популярного или новостного пространства, где упоминается про разные препараты, которые действуют при, в данном случае, миодистрофии Дюшена на нескольких разных экзонах. И есть много клинических исследований, которые показывают эффективность тоже генной терапии, но не с геномным редактированием, а с доставкой микродистрофины, которая помещается в аденоассоцированные векторы. Что говорит, опять же, в пользу и в защиту подхода, когда мы можем методом поломки гена, поломки части гена, достигать хорошего клинического эффекта. То есть мы ломаем сайт сплайсинга или удаляем целиком один-два экзоны и получаем хорошие результаты. В нашем случае мы попытались применить похожий подход к лечению дисферлинопатии. Это группа заболеваний, связанных с повреждением дисферлина. И в частности, клинически эти дисферлинопатии проявляются в том числе по весной конечностной мышечной дистрофии. В нашем распоряжении были запросы и ткани с мутациями в третьем и двадцать шестом экзонах, которые приводили здесь делиться двух нуклеотидов, здесь одного нуклеотида к сдвигу рамки считывания и, соответственно, к нарушению синтеза дисферлина. Здесь можно увидеть, что для того, чтобы восстановить рамку считывания в третьем экзоне и точно так же в двадцать шестом экзоне, нужно удалить сразу два экзона – третий, четвертый, двадцать шестой и двадцать седьмой. Вот для удаления двадцать шестого и двадцать седьмого экзона было показано, что действительно дисферлин в такой конформации работоспособен, и proof of concept был продемонстрирован, что это можно сделать. Мы же взялись еще, кроме… Правда, это было сделано не с помощью геноморедактирования, мы же взялись показать, что это можно сделать и геномным редактированием, и на третьем-четвертом зоне, про которую не совсем пока понятно, будет ли работать такой подход. Но суть этого подхода одинаковая для любого фактического места, во всяком случае, в дисферлине или в дистрофине для дистрофии Дишена. Это либо повреждение, черными ножницами показано, повреждение сайтов сплайсинга соответствующих экзонов, чтобы сама машинерия пропустила при получении МРНК данного гена пропуск двух экзонов, либо, на мой взгляд, более сложная с точки зрения дизайна система, когда нужно найти два удачных места, которые не просто сделают разрезы, а позволят репарировать ДНК не по месту разреза, а так, чтобы соединился интрон второго экзона с интроном, в данном случае четвертого экзона, и получилась ДНК с пропуском экзона. То есть в одном случае мы получаем пропуск экзонов при синтезе МРНК, а в другом случае мы получаем пропуск экзонов уже на ДНК уровне. Эту работу мы начали недавно, пока у нас идет отработка, подбор конструкций, синтез как конструкций проверочных с соответствующими мутациями в генах, так и конструкций для вызывания разрезаний. И, наверное, то, с чем, вообще говоря, часто сталкиваются на практике при подборе не только с GRNA, в данном случае вообще ольгонуклеотидов, мы попали на частый полиморфизм, который мешает подбору универсальной направляющей РНК, которая бы всегда у всех людей могла в четвертом интроне работать. И так оказалось, что, несмотря на то, что четвертый интрон вроде бы, ну, очевидно, он больше, чем сайт-сплайсинга, и свобода подбора конструкций для того, чтобы вызвать разрез в этой области и в этой области, казалось бы, больше, но на самом деле четвертый интрон насыщен частыми полиморфизмами, а его структура первичная такова, что уникальные направляющие РНК подобрать тяжело. В данном случае хорошо подобранные РНК попадали на частый полиморфизм, то есть фактически для того, чтобы разработать систему универсально для разных пациентов, нужно подбирать ольгонуклеотиды с вариациями и проверять оба варианта на их работоспособность. Второй вариант, когда можно достичь с помощью нокаута клинического эффекта, это просто поломать уже ген смутации. Когда это может быть доступно? Вот так получилось, что был у нас запрос и возможность поработать с десмином. Я этот слайд пропущу, его можно будет потом посмотреть подробнее. Но что здесь интересно? Десминопатия среди прочих своих клинических проявлений вызывает кардиомиопатию. И вообще говоря, как будто бы по данным литературы, по всем описаниям, заболевания аутосомно-доминантны. То есть всего-навсего один аллель, если ломается, то возникает заболевание. Не очень хороший повод пытаться что-то сломать, потому что если мы случайно планируем аллель второй работающий, то возникнет заболевание. Но вот оказалось, что есть некоторые формы кардиомиопатии, десминопатии, в которых в семье наблюдался аутосомно-рецессивный тип наследования. И эти случаи были связаны с тем, что родители были носителями мутации сдвига рамки считывания. И в такой форме они не проявлялись у носителей. Возможно, в какой-то легкой форме какие-то изменения можно было отметить при глубоком изучении сердечных мышц. Но, тем не менее, глобально никаких проблем это пациенту не доставляло. Изоболевание возникало только, когда оба аллеля были повреждены. Это нас натолкнуло на мысль, что некоторые из мутаций, которые были обнаружены у пациентов с кардиомиопатией, десминопатией, некоторые из таких мутаций можно попытаться сломать, переведя их из мисенс-мутаций в мутации преждевременной остановки синтеза белка. Таким образом сделать из аутосомно-доминантного типа заболевания аутосомно-рецессивной с повреждением одного единственного аллея. Мы попробовали такую вещь сделать. Почему она была вообще возможна? Почему такой подход возможен? Потому что мутации мисенс, они, по всей видимости, ведут к формированию цепей дисмина, которые плохо взаимодействуют друг с другом или с другими его партнерами внутриклеточными, и в результате образуются конгломераты нефункциональные. И если мы такие аллели просто уберем, и этих аллелей останется просто меньше со второго нормального действующего аллеля, то, собственно говоря, мы получим излечение клиническое. Но мутации, которые мы нашли, они были в разных функциональных доменах, и здесь, собственно, на схеме показано, что в случае мутации мы получаем какую-то аберрантную форму белка, по всей видимости. Это точно неизвестно. Ну, а в случае делеции данного аллеля, преждевременного восстановки синтеза белка, мы просто получим в два раза, предположительно, меньше материала. Ну и хорошо, клетки, очевидно, могут с этим работать. Мы подобрали на все разные мутации направляющие РНК. Это, в общем-то, была удача, потому что совсем не обязательно они должны были подобраться. Есть целый набор ограничений для подбора направляющих РНК, но повезло, на одну из них даже удалось подобрать две РНК, захватывающие область мутации. И показали, что да, эффект есть. Есть такой подход с направлением РНК, с помощью направляющей РНК CRISPR-Cas9 в гены с данными мутациями. Это, опять же, производилось на плазмидах и в таких очень искусственных условиях, на культурах ХЕК-293 и с вспомогательными плазмидами, с этими фрагментами генов с мутациями. Но, тем не менее, было показано, что часть аллелей с мутациями действительно получает дополнительное повреждение, мутацию сдвига рамки считывания, и, предположительно, с нее не должно синтезироваться белка. Дальше, честно говоря, мы эту работу не стали проводить, потому что 2% от аллелей показалось нам уж очень мало в данном случае, потому что понятно, что остаются остальные аллели, которые производят белок плохой. И в ходе уже работы рецензионной справедливо отмечено рецензентами, что наши результаты показаны на плазмидном локусе, а плазмид у нас в клетке существенно больше, чем в геномных локусах. Возможно, в реальной жизни, в реальной ткани, в реальном организме можно было бы достигать больших результатов, но пока работа вот на таком уровне, proof of cons. Поэтому у меня все. Спасибо. Давайте тогда я, как соорганизатор, объявлю следующий доклад. Это Шаймарданова Алиса Алмазовна, младший научный сотрудник OpenLab генной и клетчатой технологии Казанского федерального университета. И здесь мы послушаем его в видеоформате, но потом уже на вопросы ответим вживую. Пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Алиса. Представляю вам наш проект исследований механизмов клеточно-посредованной и комбинированной доставки генов альфа и бета-субединиц бета-гексозами нитазы А, инвитро и инвива. Болезнь ТСАКСА является тяжелым нейродегенеративным заболеванием и возникает в результате мутации гена ХЕКСА. Этот ген кодирует альфа-субединицу фермента бета-гексозами нитазы А, сокращенно ХЕКСА. Фермент состоит из двух субединиц, является гетеродимером, состоит из альфа и бета-субединицы. В норме фермент направлен на расщепление ген-2-ганглиозидов в лизосомах различных клеток. Ген-2-ганглиозиды преимущественно представлены в клетках нервной системы, нервных клетков. И дефицит этого фермента, то есть мутации либо в гене альфа-субединицы, либо в бета-субединицы, приводит к накоплению этих ген-2-ганглиозидов, что является токсичным для нервных клеток. И это приводит к разрушению этих клеток, к разрушению нейронов и к нейродегенерации нейропосолина. Настоящая работа направлена на исследование клеточно-опосредованной доставки генов фермента ХЕКСА. На первом этапе были разработаны генетические конструкции, представляющие собой рекомбинантные аденоассоцированные вирусные векторы. Это вектор PAV-ХЕКСА и PAV-ХЕКСБ. Они содержат в году оптимизированные гены ХЕКСА и ХЕКСБ. Далее эти плазмидные векторы были использованы для разработки, для получения рекомбинантных аденоассоцированных вирусов EV-ХЕКСА и AV-ХЕКСБ. После чего с помощью этих вирусных частиц были модифицированы мазонхинные стволовые клетки. И как было уже сказано ранее, для того, чтобы внутри клеток синтезировался фермент полноценный, медитеродимер, необходима доставка и гена ХЕКСА и гена ХЕКСБ одновременно и в эквивалентном количестве. После чего мазонхинные стволовые клетки, которые уже синтезируют и секретируют ХЕКСА, фермент, внутривенно водили лабораторным животным. Известно, что мазонхинные стволовые клетки способны преодолевать гематонцефалический барьер и достигать ЦНС. А также известно, что МСК мигрирует в область воспаления, а при болезни ТСАКСА в центральной нервной системе наблюдается острое воспаление. В теории ожидается, что эти клетки будут мигрировать в центральную нервную систему и секретировать там недостающий фермент. Так, мы разработали плазмидли с кодоноптимизированными генами ХЕКСА и ХЕКСБ, наработали в препаративных количествах аденоцированные вирусы ХЕКСА с ХЕКСА и ХЕКСБ и транспортировали МСК. После чего с помощью ПЦР и с помощью Вестерн-Блот-анализа, ПЦР реального времени и Вестерн-Блот-анализа, мы показали, что в генетически модифицированных клетках сперкоспорисируют гены ХЕКСА и ХЕКСБ. По результатам ПЦР мы видим, что количество копий генов ХЕКСА и ХЕКСБ примерно на одном уровне. При инфицировании только одним вектором, либо АВХЕКСА, либо АВХЕКСБ, мы видим, что количество матричной РНК в два раза больше, что было ожидаемо, поскольку при инфицировании только одним вирусом используется МОЭС-100, а при инфицировании двумя по 50% каждого вируса. В СИПР-натанте модифицированных клеток мы исследовали динамику активности фермента. Известно, что экспрессия трансгена адено-ассоцированных вирусов начинается только на 4-6 сутки. И на графике мы видим, что действительно самая высокая точка активности — это 6-е сутки. Результаты мы сравнивали с контрольными клетками. Это нативные клетки МСК без модификации, либо МСК модифицированные с помощью адено-ассоцированного вируса с зеленым флюоресцентным белком. После подтверждения функциональности генетической конструкции инвитера мы внутривенно вводили генетически модифицированные клетки крысам и исследовали динамику активности ферментов в плазме животных. Мы показали, что на 21-е сутки после введения генемодифицированных клеток в группе животных, которым вводили модифицированные клетки, в плазме этих животных активность фермента значительно выше сравнительно с группами контрольных животных. Это группы, которым вводили либо физрастворы, либо нативные МСК. Таким образом, мы показали функциональность инвитера и функциональность инвива. На 21-е сутки после введения клеток мы исследовали клеточность в иммунных органах животных, то есть число живых клеток в органах иммунной системы. А также исследовали лейкоформулу в группах животных, исследуемых животных, и цитокиновый профиль в сыворотке крови. Мы не обнаружили значимой разницы этих показателей между группами, и таким образом было показано, что введение генномодифицированных клеток со сверху эспроси хекса не приводит к иммунному ответу у животных. Итак, мы на клеточных культурах и на лабораторных животных показали функциональность полученных генетических конструкций и безопасность внутривенного введения мезонхиностоловых клеток со сверху эспроси хекса. На данном слайде представлены основные исполнители и руководитель проекта. По результатам работы мы получили патент РФ, патент на изобретение. Проект поддержан двумя грантами и постдоговором, и представлен список некоторых наших публикаций. Спасибо за внимание. Ну, если вопросов нет, давайте перейдем тогда к следующему докладу. Бычков Игорь Олегович, медико-генетический научный центр «Редкие типы мутации при наследственных болезнях обмена и подходы к их коррекции». Здравствуйте, уважаемые коллеги. В моем докладе я расскажу вам о некоторых интересных мутациях, выявленных в нашей лаборатории и их функциональном анализе, проведенном с нашими коллегами из лаборатории функциональной геномики и экспериментах по их коррекции. Речь пойдет о вариантах, приводящих к активации скрытых сайтов сплайсинга, а конкретно о тех, которые расположены в их зонах. Данные варианты, например, могут приводить к появлению каноничного динуклеотида сплайсинга, в результате чего образуется сильный сайт сплайсинга, конкурирующий с сайтом дикого типа. Остаточное количество транскриптов дикого типа в данном случае играет решающую роль для тяжести фенотипа пациента. Данные варианты мы анализируем как и она, и МРНК, выделенные из клеток крови пациентов, так и в системе миниген. Исследуемые их зоны помещаются в экспрессионный вектор, проводится трансфекция клеточной линии и анализируется продукт сплайсинга как качественно, так и количественно. Данная методика позволяет изолировать вариант от второго аллеля и более точно, количественно оценивать соотношения изоформ. Также в данной методике можно избежать нонсенс опосредованной деградации МРНК и более точно охарактеризовать мутантные изоформы. Вначале несколько примеров данных мутаций, которые демонстрируют различные виды конференции сайтов сплайсинга. Пациент 6 лет с типичной формой алкогенурии и двумя редкими вариантами в гении SGD, один из которых представляет собой редкий синонимичный вариант неясной значимости. Анализ МРНК из клеток крови пациента показал, что данный вариант приводит к активации донорного сайта сплайсинга и дилетции 24 парануклеотидов. Анализ продуктов экспрессии минигена демонстрирует полное отсутствие транскриптов дикого типа. Следующий пациент 20 лет с недостаточной кислой липазой. При генетическом тестировании мы выявили редкий синонимичный вариант неясной значимости в гомозеготном состоянии. Данный вариант активирует скрытый акцепторный сайт сплайсинга и приводит к дилетции 63 парануклеотидов. Эффект данного варианта также подтвержден при экспрессии минигена. В отличие от предыдущего случая, здесь мы количественными методами детектировали остаточное количество транскриптов дикого типа, которое даже сложно увидеть при визуализации продуктов ПЦР. И именно эти 6% транскриптов дикого типа позволили пациенту избежать тяжелого фенотипа болезни Вольмана, характерного для двух типичных loss of function вариантов гения ЛИПа, при которой дети доживают максимум до 1 года. И третий пример – пациенты взрослые формы болезни немонопикотипце и редким санемичным вариантом в компаунде с типичным loss-вариантом. Анализ МРНК из клеток крови и фибробластов показал, что вариант приводит к активации донорного сайта сплайсинга и дилетции 74 парануклеотидов. При анализе продукта сплайсинга минигена видно, что дилетция присутствует примерно в половине транскриптов, что хорошо согласуется с взрослой формой болезни. Итак, все три варианта не монстрируют конкуренцию сайта дикого типа и мутантного. И разное остаточное количество транскриптов дикого типа напрямую влияет на фенотип пациентов. Именно на эту конкуренцию мы и направили нашей системы коррекции, выбрав в начале для эксперимента данный вариант, так как у нас есть фибробласты этих пациентов. Перед описанием инструментов коррекции мне бы хотелось уделить этому варианту еще один слайд. Данный семичный вариант был обнаружен методом GGS и в заключении поначалу присутствовал только он. Но при эвалидации данного варианта по Сенгеру наше внимание привлек еще один полиморфный синонимичный вариант, расположенный в сайте сплайсинга дикого типа этого их зона. Информатический анализ этих двух вариантов показал, что редкий синонимичный вариант незначительно увеличивает силу скрытого сайта сплайсинга, а полиморфный синонимичный вариант незначительно снижает силу сайта дикого типа. Поэтому у нас появилась логичная гипотеза, влияет ли данный частый полиморфный вариант на конкуренцию двух сайтов. Были созданы четыре мини-гена с различными комбинациями данных вариантов и показано, что только при наличии частого и редкого синонимичного варианта, который был отфильтрован при анализе данных NGS в СИС-положении, наблюдается значительное снижение экспрессии транскриптов дикого типа за счет соответствующих мутантных изоформ. Таким образом, данный вариант является редким видом комплексного аллелия. Так как у нас имеются фибробласты данных пациентов и для данной болезни есть характерный биохинический фенотип, мы выбрали его для экспериментов генетических коррекций. Для возобновления нормального сплайсинга в данном регионе нам необходимо заблокировать скрытый сайт и увеличить распознавание сайта дикого типа. И для этого мы применили инструменты в виде модифицированных малых ядерных рибонуклеопротеинов или SN-RNP. РНП – это комплекс РНК, который здесь обозначен сером, и различных белков. Здесь изображен самый представленный видрия малой ядерной рибонуклеопротеина – это U1-компонент сплессосомы. 5-штрих – конец данной РНК, которая входит в ее состав, комплементарно взаимодействует с донорным сайтом сплассинга и участвует в сборке кросс-экзон-комплекса на первом этапе сплассинга. Также она выполняет множество различных функций в ходе процессинга и РНК. Именно его мы можем использовать для улучшения распознавания сайта дикого типа. Так как я уже говорил, хвост U1-комплементарен референсному донорному сайту сплессинга. Однако донорные сайты могут значительно отличаться от него, что и характеризует их силу. Для улучшения распознавания донорного сайта нашего экзона ген U1-РНК мы заклонировали в экспрессионный вектор и модифицировали этот хвост таким образом, чтобы он был полностью комплементарен донорному сайту нашего экзона, а также некоторым последовательностям, которые расположены дистальнее его. Так как U1 не обязательно должен садиться на донорный сайт, чтобы улучшать распознавание экзона. Следующий инструмент это U7-м малый ядерный рибуануклеопротеин, который в норме участвует в модификации хвостов-гистонов, но при определенных модификациях он может связываться с комплексом белков, которые транспортируют его к аппарату сквозь сосомы. Данные белки также стабилизируют РНК, а вторичная структура три штрих-конца защищает ее от деградации. Вторая модификация это вынесение в его хвост антисмысловой последовательности любой длины. Таким образом, мы получаем стабильную антисмысловую РНК, которая может быть применена для обширного спектра целей. И так мы провели код-трансфекцию мини-гена дикого типа, несущего исследуемую мутацию в различных комбинациях с этими SN-RNP. U7 для блокирования скрытого сайта и U1 для улучшения распознавания сайта дикого типа. Здесь продемонстрирована визуализация продукта сплайсинга и их количественный фрагментный анализ. Присутствуют три мажорных изоформы дикого типа. Это дилетция 74-х парануклеотидов вызванной мутацией, пропуск экзона и транскрипт дикого типа. Как видно из фрагментного анализа, некоторые U1 приводят к полному подавлению активности скрытого сайта сплайсинга, но появлению дополнительных изоформ. Здесь некоторая изоформа похожа по длине на дилетцию 74-х парануклеотидов, но это не она. U7 в свою очередь приводит к значительному количеству изоформ с пропуском экзона, связанному с нарушением сборки кросс-экзон комплекса. Но при трансфекции U1 и U7 вместе они компенсируют свои отрицательные эффекты и в результате не только полностью блокируется активность скрытого сайта сплайсинга, но и увеличивается общая эффективность сплайсинга. На этом этапе у нас пока эксперимент остановился, потому что у нас есть еще большое количество 10 различных векторов с U1, и мы хотим выбрать из них лучшую комбинацию и поместить ее в лентивирусную уже конструкцию и аденоассоциированные вектора и провести собственно трансдукцию фибробластов пациента и посмотреть, как это все работает на фиброластах пациента. В системе клеточной на хеках все выглядит довольно хорошо и все откорректировалось. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Если вопросов больше нет, давайте перейдем к следующему докладу. Всем здравствуйте. Прежде всего я хотел бы поблагодарить организаторов конференции за возможность выступить, представить наши данные. Мой доклад посвящен теме возможности использования формалогических шоперонов для лечения болезней ГАШ и болезни Паркинсона, ассоциированные с мутациями Евгения ГБА. Вначале я хотел бы вкратце рассказать про два этих заболевания, про болезнь Паркинсона и болезнь ГАШ. Болезнь Паркинсона это распространенное нейродегенеративное заболевание, обусловленное гибелью дофаминергических нейронов в черной субстанции головного мозга и являющихся следствием накопления в них олигомерных форм небольшого пресинаптического белка альфасинуклеина. Значит, данный белок уже исследуется больше 20 лет и за это время накопилось много данных указывающих на его неоспоримую роль в патогенезе данного заболевания. А именно показано, что данный белок является основным компонентом патологических белковых включений под названием телец леви. Также в гене альфасинклина описаны точковые мутации, описаны его мультипликации, но это крайне редкие события. созданы целый ряд различных моделей болезни Паркинсона на животных с гиперэкспрессией альфасинуклеина. Также все больше популярность в настоящее время приобретает теория, что альфасинклиновая патология при болезни Паркинсона может распространяться по приумному механизму. Значит, следующее заболевание, которое в принципе-то не похоже вообще на болезнь Паркинсона, это болезнь Гаше, это редкое альфасинклиновое наследственное заболевание, обусловленное снижением активности фермента глюксерабразидазы вследствие наличия в ней в гене, кодирующем данный фермент мутаций либо в гомо-зиготном состоянии, либо наличия гетерозиготных компаунных мутаций. В настоящее время описано около 500 мутаций в данном гене, но для европейской части населения наиболее частыми являются N370S и L444P мутации. Значит, существует три типа болезни Гаше. Это наиболее распространенное нейронопатическое заболевание, болезнь Гаше. первый тип и два других с вовлечением нервной системы. Следует отметить, что мутации в гене приводят к тому, что фермент снижает свою активность, накапливается его субстрат, он накапливается в макрофагах периферической крови с образованием так называемых клеток Гаше, которые способны откладываться в различных крайних органах, таких как печень, слезенка, а также костный мозг с проявлениями в виде симптомов, указанных на слайде. И, в общем-то, два разных заболевания, но всё же какая между ними связь? Она есть, эта взаимосвязь. Если коснуться истории, то описание болезни Гаше было в конце XIX века и только в 40-х годах XX века были первые упоминания о том, что у пациентов с болезнью Гаше в процессе жизни возникает неврологическая симптоматика какая-то. В 70-х, 80-х годах появляются первые клинические описания развития партенционизма у пациентов с болезнью Гаше и их родственников. С конца 90-х и в начале 2000-х активно ведётся скрининг мутации гена глюкцеробразидаза среди пациентов с болезнью Паркинсона и в контрольных группах, результатом чего является вывод, что риск развития болезни Паркинсона у носителей мутации гена глюкцеробразидаза увеличивается до 10 раз. При этом риск развития данного заболевания у пациентов с болезнью Гаше может составлять до 22 раз. Следует также отметить, что пациенты с ГБА ассоциированные болезнью Паркинсона несколько отличаются по клиническим проявлениям от спорадической формы заболевания данного, а именно они характеризуются ранним началом и высокой частотой развития когнитивной дисфункции. все эти проявления обусловлены все тем же альфа-синклином, а именно его олигомеризацией. И в настоящее время существует три теории, посредством которых дефектная глюкцеробразидаза может иметь какие-то взаимоотношения воздействия на альфа-синклин. Значит, первое это теория гейна-фанкшн, когда сама по себе люкцеробразидаза может физически взаимодействовать с альфа-синклином. Подтверждение этого есть исследование, следующее о колокализации люкцеробразидаза с альфа-синклином с висак-ливием. Вторая теория лоза-фанкшн, когда потеря функции люкцеробразидаза может в свою очередь способствовать накоплению субстрата фермента, который может стабилизировать агрегацию альфа-синклина. И третье это теория обратной связи, когда сама по себе дефектность снижения активности люкцеробразидаза может приводить к альфа-синклина, а сама по себе альфа-синклина может вызывать снижение активности люкцеробразидаза. И каждая из этих теорий имеет подтверждение экспериментальное, но по факту вопрос остается все равно неясным, в чем же обстоит дело. Какие существуют подходы сейчас к лечению болезни Гошей к бассоцированной болезни Паркинсона? В случае болезни Паркинсона это симптоматическая терапия предшественника дофамина льдофа. У нее есть ряд ограничений, много побочных эффектов, требуется все время коррекция ДОС, иначе состоит ситуация с терапией болезни Гошей, а именно существует субстрат редуцирующая терапия на данный момент, которая направлена на снижение, на ингибирование ферментов, участвующих в синтезе субстрата глюкцербразидазы. Но основной вид терапии на настоящее время это ферментозаместительная терапия, она направлена на значит, она выглядит, представляет собой внутривенное введение рекомендантных форм глюкцербразидазы в течение жизни пациента с некой периодичностью. Однако данный вид терапии слишком дорогой, и не позволяет проводить терапию нейронопатических форм болезни ГАШЕ, поскольку не проникает рекомендантная форма глюкцербразидаза через гематоэнцефалический барьер. Собственно, по этой же причине нельзя применять терапию при болезни губоассоциированной болезни Паркинсона. В то же время активно развиваются два других направления очень перспективных для терапии как болезни ГАШЕ, так и ГБА ассоциированы болезни Паркинсона. Это первая генная терапия, о которой уже было сказано много ранее. Она осуществляется на основе аденосоциированных вирусов. Прекрасные результаты показаны на животных, действующие о повышении активности фермента, снижении уровня его субстрата, снижение альфа-синклина, но при этом до клинических испытаний данный вид терапии не дошел. И вот третий, значит, второй вид терапии это фармакологические шопероны. Данным направлением занимается наша лаборатория. Это тоже перспективное направление очень. Значит, что это такое? Это малые химические соединения, они делятся на две группы. Это конкурентные ингибиторы и эластерические активаторы. Большинство из записанных на настоящий момент фармакологических шоперонов представлены конкурентными ингибиторами, но наиболее исследуемыми являются многим известные абраксолы и эзофагамин. В чем их разница? Значит, конкурентные ингибиторы связываются с активным центром глюксеробразидазы, также стабилизируют структуру данного фермента, тем самым повышая активность его и транслокацию в лизосомы. Однако у них есть недостаток, сложно подобрать дозу, а при высоких дозах данные препараты могут вызывать ингибирование активности глюксеробразидаза, а также многих других глюксеробразидаз, у которых для них и для всех показано, что у них консервативное строение активного центра. Но в отличие от конкурентных ингибиторов эластерические активаторы таких ограничений не имеют, это соединения, которые могут связываться на поверхности глюксеробразидазы в сайтах вне активного центра. На данном слайде представлена таблица из довольно свежего обзора. В настоящее время хорошо изученных и работающих реально работающих соединений, всего четыре из них последние находятся в стадии клинических испытаний. И можно обратить внимание, что в принципе они все очень похожи, у них изменены какие-то отдельные группы. Также обращает внимание на то, что по данным этого обзора нет, не описано до сих пор сайтов связывания данных полуферических активаторов глюкозорбразидаза. Забегая вперед, скажу, что мы эти сайты обнаружили. Значит, что касается механизма работы фармакологических перронов, он состоит в следующем. В норме глюкозорбразидаза синтезируется в эндоплазматическом ретикулу, к ней подходит транспортный белок лимф-2 и транспортирует ее через аппарат Гольджи, где она гликозилируется в лизосому. В лизосоме происходит снижение PH, отщепляется транспортный белок, подходит другой белок в апазин С, который способствует активации фермента и, соответственно, его работе. В случае мутации в гене глюкозорбразидазы фермент получается с нарушенной пространственной структурой, он не связывается с этим транспортером, накапливается и подвергается гигантинозависимой протосомной деградации. И тут вступают в дело как раз шапероны фармакологические, они связываются с ферментом, стабилизируют структуру, фермент находит свой транспортный белок и доходит до лизосомы. В лизосоме также под действием PH, происходит ощепление фармакологического шаперона, ну и соответственно глюкозорбразидазы выполняют свою функцию. На этом слайде внизу представлена таблица, где представлены ряд клинических исследований, посвященных как раз два амбраксола, а третья ластерическому активатору. Они все амбраксолы, вторая стадия фаза, а ластерический активатор находится на первой стадии исследования. Цель нашего исследования, она довольно глобальная, она связана с разработкой фармакологических шаперонов, ластерических активаторов, глюкозорбразидазы. Чтобы ее достичь, нами были поставлены следующие задачи, поиск новых амбраксолырических активаторов глюкозорбразидазы, обладающих высокой константой связывания с ферментом, с использованием компьютеров моделирования и их химический синтез. Оценка влияния известных и вновь синтезированных фармакологических шаперонов на активность глюкозорбразидазы, концентрацию лицисфингалипидов, уровень глюкозорбразидаза, а также его транслокацию в лизосомы с использованием первичной культуры макрофагов пациентов с болезнью ГАШ и ГБА-ассоциированной болезнью Паркинсона. Дизайн нашего эксперимента представлен на данном слайде. С нами были собраны две группы пациентов. Одна пациент с болезнью ГАШ, вторая пациент с ГБА-ассоциированной болезнью Паркинсона. Значит, детекция мутаций у пациентов производилась с помощью церр-рестрикционного анализа, аллельной дискриминации, также секвенирования. Значит, у каждого пациента был произведен забор периферической крови, а далее в градиенте плотности офикола произведено центрифугирование, сбор мононуклеарной фракции, клеточный рассеп на плашки, далее был добавлен колоннестимулирующий фактор, позволяющий дифференцировать лимфоциты в макрофаге, дальше непосредственно с этими макрофагами дифференцированными была произведена работа, к ним добавлялись фармакологические шапироны, происходила культивация клеток, и через несколько дней эти клетки снимались, производились последующие манипуляции, а именно оценивалась активность фермента и концентрация его субстрата в сухих пятнах макрофага с помощью масс-спектрометрии, оценивалась транслокация в элизосома фермент с помощью конфокальной микроскопии и, соответственно, намеченных разными флюорофорами антител, оценивалась уровень глюкоцерабразидазы с помощью вестерн-блотинга, ну и также проводилась оценка токсичности, то есть подбор нетоксичных концентраций исследуемых соединений проводился с помощью МТС-теста, ну а также на основании данных литературы. Ну и также ниже представлена перечень программ, которыми мы пользовались для проведения компьютерного моделирования. В результате проведенного исследования нами было построена полноатомная модель глюксерабразидазы в гликозилированной форме, выявлено 8 сайтов связывания фармакологических шоперонов, включая активный центр фермента. Показано, что полисохоридные цепочки в случае гликозилированной формы не влияют на посадку соединений в эти сайты и дальнейшие расчеты проводились на глюксерабразидазе вне гликозилированной форме. Также хотел бы отметить, что использовалась данная рентгена структурного анализа глюксерабразидазы с мутацией N370S, поскольку с ней было проще работать. В результате мы также обнаружили, что наиболее перспективной с точки зрения энергетической эффективности связывания является третий сайт на поверхности глюксерабразидаза. Как я ранее показал в табличке из известных ауэстерических активаторов, наиболее изученных сейчас с подтвержденной эффективностью, были там указаны два таких соединения. мы проверили, насколько эффективно они связываются с глюксерабразидазой, было выяснено, что наибольшая энергия связывания наблюдается именно в третьем сайте для них. Значит, дальше мы захотели посмотреть, а можно ли их модифицировать, эти соединения, для того, чтобы увеличить их растворимость, также увеличить энергию связывания с сайтами на поверхности глюксерабразидаза. Здесь представлены те соединения, которые мы предложили. Вот эти соединения являются модификациями известного соединения N58, а эти два соединения модификация соединения N07. Далее мы каждое соединение синтезировали, они были очищены, подтверждение того, что мы правильно синтезировали, было обусловлено результатами ядерно-магнитного резонансного анализа, также были подтверждены с помощью массы метрических исследований масса данных соединений. Собственно, это стандартный подход, который требуется, если вы хотите работать с веществами, они должны быть чистые. Значит, дальше нам нужно было понять, можем ли мы использовать макрофаги в качестве модели. Мы провели исследование, посмотрели активность фермента и уровень его субстратов в макрофагах, в сухом пятне макрофагов, а также в сухом пятне крови пациентов с болезнью ГАШЕ, и выяснили, что они сопоставимы. Кроме того, нужно было понять, увидим ли мы эффект от подобных соединений на макрофагах. Для этого мы взяли два соединения, которые можно было приобрести, и не надо было их синтезировать. Это известный всем абраксол и изофагамин. На данном слайде видно, что эффективность данных соединений в отношении восстановления активности глюксербразидаза высока. Далее мы оценили, значит, куда абраксол может, с каким сайтом глюксербразидаза абраксол может связываться. Показали, что он связывается также с сайтом номер три. При этом несколько изменили понимание природы данного соединения. Дело в том, что раньше он считался, что он является конкурентным ингибитором. Мы описали, что он может связываться с ауэстерическими сайтами. Соответственно, он может обладать двоевой природой. Мы предполагаем, что в зависимости от ПАЖ среды он может проявлять либо свойства конкурентного ингибитора, либо свойства ауэстерического активатора. Мы показали, что амбраксол это исследование дальше продолжалось, дошло до публикации. Мы показали, что амбраксол влияет на восстанавливать активность глюкцироворезидазы. У пациентов с габа ассоцированной болезнью Паркинсона одновременно показано было, что он способствует снижению уровня субстрата данного фермента. Кроме этого, у пациентов с болезнью ГАШ также было показано восстановление активности глюкцироворезидазы и снижение уровня субстрата. Следует отметить, что обнаружено такое явление, что у пациентов с одной и той же мутацией может по-разному восстанавливаться активность глюкцироворезидазы и по-разному снижаться уровень субстрата. В то же время мы наблюдали неодинаковость восстановления активности глюкцироворезидазы и снижение уровня субстрата у пациентов с разными по тяжести мутациями. Это свидетельствует о том, что есть какие-то дополнительные игроки, которые вносят вклад в развитие патологии. В то же время обуславливают персонализированный подход, а именно если эти препараты дойдут до клинического применения, пациентам следует предварительно проводить оценку эффективности препарата на макрофагах, чтобы дальше понять, принимать его или нет. Также следует отметить, что мы в данном исследовании показали транслокацию влияния амбраксола на транслокацию глюкцераврозидаза в лизосому. Здесь отчетливо видно наложение двух сигналов. ЛАМП-2 это лизосомальный белок. Соответственно, наложение двух сигналов свидетельствовало о их нахождении в лизосоме. Кроме того, мы показали, что амбраксол может восстанавливать уровень глюкцераврозидаза с помощью вестернблотинга. И, в общем-то, то же самое было показано для пациентов с ГБА-ссоциированной болезнью Паркинсона. Также мы посмотрели опять же указанное ранее эффективность и указанное ранее соединений в отношении восстановления активности глюкцераврозидаза и снижения в отношении активности глюкцераврозидаза и показали эффективность данных соединений. Причем следует отметить, что второе соединение было более эффективно, чем то, которое описано в литературе. Таким образом, какие можно сделать выводы из нашей работы? На поверхности глюкцераврозидаза обнаружено на 7 потенциальных сайтов связывания, всего 8, но 7 аластерических. Предложены новые варианты аластерических активаторов глюксообразидазы и показанных эффективность в отношении восстановления активности данного фермента, а также снижение уровня концентрации гексазилсингазина, субстратов данного фермента в первичной культуре макрофагов, пациентов болезни Гакаши, губа, ассоциированной болезни Паркинсона. Показано, что амбраксол восстанавливает активность и транслокацию глюксообразидазы в элизосомы, повышает уровень данного фермента, а также снижает концентрацию гексазилсингазина в культивируемых макрофагах, пациентов с болезнью Гакаши и губа, ассоциированной болезнью Паркинсона. Также мы показали, что первичная культура макрофагов подходит для скрининга новых потенциальных фармакологических шоперонов и позволяет оценить индивидуальную чувствительность данного препарата. В завершении доклада хотелось бы выразить огромную благодарность этому коллективу, который трудился и трудится над данной работой. В особенности хотелось бы поблагодарить Захару Екатерину Юрьевну и Байдакова Галину Викторовну. Без них бы данная работа, наверное, не произошла. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Они диссоцируют, позволяя ферменту выполнять свой функцию. А вот этот вот сам Шаперон после этого может как-то дефундировать и заново принимать участие? Я думаю, что происходят химические какие-то модификации, поэтому очень важно подобрать дозу. И вероятнее всего применять эти препараты нужно будет с какой-то периодичностью. То есть он не рециркулирует, условно говоря? Ну, я точно вам не отвечу, потому что я не видел таких гранных. Хорошо, спасибо. Давайте перейдем к последнему крупному докладу. После этого останутся только буквально 5-минутные короткие докладики. Егорова Татьяна Владимировна, руководитель лаборатории генной терапии ООО «Марлин Биотех». Адоносциированные вирусы для генной терапии медиастрофии Дюшена. Спасибо организаторам конференции за приглашение. Я бы хотела сегодня рассказать очень такой конкретный и узкий доклад про применение адоносциированных вирусов для генной терапии миодиастрофии Дюшена, точнее разработку таких препаратов. И я представляю, как правильно сказал Альберт Александрович, две лаборатории. Это лаборатория генной терапии коммерческой организации ООО «Марлин Биотех». Мы как раз занимаемся разработкой разных генотерапевтических препаратов и одновременно еще сейчас осваиваем производство аденосциированных вирусов для доклинических исследований, а также лаборатория моделирования терапии наследственных заболеваний в Институте биологии гена. И данная лаборатория по большей части ориентирована, помимо разработки препаратов, на создание моделей для редких заболеваний. Если мы говорим о миодиастрофии Дюшена, то, к сожалению, в настоящий момент в России не ведется единый учет таких пациентов. Это редкое заболевание, но, тем не менее, оно одно из самых часто встречающихся среди орфанных. И вот по данным российского детского нервно-мышечного центра на конец 2020 года около 800 пациентов залили, но только в этом центре. Естественно, это крупнейший центр в России, который работает с данными пациентами. Но мы не сомневаемся, что таких пациентов в России гораздо больше. И по статистическим данным их ожидается около 2,5-3 тысяч всего. Миодиастрофия Дюшена – это наследственное заболевание, которым страдают мальчики. И вызвано оно тем, что в мышцах таких пациентов отсутствует белок дистрофин. Он может либо полностью отсутствовать, либо, может быть, но не проявлять своих функций из-за особенностей строения такого дефектного белка. На данном рисунке представлена структура дистрофина-ассоциированного комплекса гликопротеинов на мембране. Дистрофин самый большой, здесь показан розовым цветом. И на этом рисунке очень хорошо проиллюстрировано то, что для выполнения своих функций дистрофину необходим N-конец и C-конец. N-концом дистрофин связывается с внутриклеточным сократительным аппаратом, в частности, F-актином, а C-концом он образует такое связующее звено с разными белками этого самого комплекса на мембране. Таким образом, главная функция дистрофина – это амортизация сокращения, амортизация напряжения на мембране при постоянном сокращении скелетных мышц, сердечной мышцы, диафрагмы. Ген, кодирующий дистрофин, самый большой ген в человеческом организме, он находится в X-хромосоме, и его особенность в том, что он состоит из 79 X-зонов, то есть его состоит из 79 X-зонов. И энтронные части огромные, и как раз это может объяснить огромную вариабельность мутаций, которые могут встречаться у пациентов с миодистрофией Дюшена. По подходам, которые мы разрабатываем в наших лабораториях, можно выделить два вектора. Это заместительная генная терапия и редактирование генома. Я по отдельности остановлюсь на каждом из этих методов, но вначале хочу отметить плюсы и минусы каждого из этих подходов. Отличаются эти методы тем, что мы доставляем, а объединяет эти методы способ доставки, и в том и в другом случае мы используем аденоассоцированные вирусы. Плюс заместительная генной терапии в том, что данный тип лечения применим для всех пациентов с миодистрофией Дюшена независимо от типа мутации, а к минусам можно отнести ограниченную емкость таких вирусов по уже озвученным причинам не раз упоминалось в течение сегодняшних докладов. Также возможную экспрессию в нецелевых органах, так как экспрессия идет с не родного промоутера дистрофина, а с того промоутера, который помещен в состав конструкции. И по этой же причине экспрессия не зависит от изменения в тканях организма и изменения условий, а запрограммирована целиком в данном препарате. Если мы говорим о редактировании генома, то к ограничениям данного метода стоит отнести, то что отдельный препарат должен быть разработан для каждого типа мутаций, то есть один препарат подойдет не всем пациентам, а только пациентам с какими-то определенными мутациями. К плюсам же стоит отнести в отдельных случаях сохранность большего количества доменов дистрофина, то есть скорее всего такой белок может обладать лучшей функциональностью по сравнению с тем укороченным дистрофином, который помещен в генотерапевтический препарат, а также экспрессию белка с натурального промоутера, то есть сам организм будет регулировать экспрессию, увеличение или снижение экспрессии в зависимости от изменения условий с его родного промоутера. Начнем с заместительной генотерапии при мышечной дистрофии Дюшена. Если мы говорим о препарате, то здесь стоит выделить три основных компонента. Это вектор, который обеспечивает целевую доставку генетической конструкции. Мы выбрали аденоассоцированные вирусы, и их особенность в том, и плюсы, которые как раз позволяют применять для данной нозологии, это долгое время циркуляции в калии, за которое все мышцы успевают насыщаться данным вектором, низкая иммуногенность аденоассоцированных вирусов и низкая частота встраивания в геном, что как раз соответствует современному представлению о генной терапии, что генеративные клетки не должны редактироваться. Второй компонент, не менее важный, это промотор, который должен обеспечивать достаточный уровень экспрессии в целевых тканях и в обратную сторону как раз обеспечивать низкий уровень экспрессии в нецелевых тканях, чтобы избежать побочных эффектов. И, наверное, самое интересное, это ген, который кодирует такой препарат. Он, естественно, должен содержать основные функциональные домены и проявлять, собственно, свои функции. И для миодистрофии душевной функции можно оценить по сборке дистрофина ассоциированного комплекса гликопротеинов на мембране и по улучшению мышечных функций, которые страдают у пациентов. Я больше расскажу и, наверное, только расскажу о том, как мы оцениваем эффективность препарата. Не останавливаюсь на других аспектах. И чтобы оценить эффективность препарата, нам нужно доказать, что препарат попадает в целевые клетки, что с конструкции нарабатывается белок и что экспрессия этого белка приводит к ожидаемому эффекту. То есть такой proof of concept in vivo. Здесь все эксперименты проводятся на модельных мышах с миодистрофией душена. Это линия мыши MDX, которая широко используется во всем мире при проведении таких испытаний. В данном эксперименте мышам MDX были доставлены аденосцированные вирусы 9-го серотипа с микродистрофином под мышечно-специфическим промотором CK8. И через 7 недель после внутривенного введения анализировали биораспределение данного препарата, в том числе целевые органы мышечные, это диафрагма, сердце, икроножные мышцы, передние большеберцовые мышцы, а также неспецифические органы, где мы не ожидаем увидеть экспрессию или где бы мы не хотели, чтобы была экспрессия белка. Это печень, поджелудочная железа, сперма и клетки крови. На данном графике видно, что в целевых органах во всех исследованных мы видим, ожидаем экспрессию, а так, не экспрессию, а детектируем сам вирус и также детектируем вирус в печени и поджелудочной железе. Это вполне соответствует литературным данным, которые имеются на сегодняшний день. Действительно, 9-й серотип, помимо мышечных органов, имеет тропность к печени в большей степени. И как раз, чтобы убрать такую нежелательную экспрессию предотвратить ее, мы используем мышечно-специфичный промотор, то есть, несмотря на то, что вирус попадает в неспецифические органы, экспрессии мы там увидеть не ожидаем. Следующим этапом, после того, как мы доказали, что вирус попадает в целевые органы, была проведена оценка экспрессии ожидаемого белка, и такая оценка проводилась двумя методами, это вестернблотинг и иммуногистохимия на криосрезах спелетных мышц сердца и диафрагмы. По нескольку мышей из группы были проанализированы, показано, что во всех целевых органах диафрагмы сердца передней большей перцовой мышцей трицепс мы видим трансген ожидаемой массы и не видим экспрессию белка в печени, что как раз обеспечивается использованием мышечно-специфичного промотора. На препаратах иммуногистохимии видно, что белок, который мы доставили, локализуется исключительно на саркалиме, что обеспечивает функциональность данного белка, то есть его локализация в нужном месте, где он может собирать свой комплекс и обеспечивать нужные функции. Для оценки восстановления функции при заболевании были использованы разные тесты. Один из них это тест подвешенная проволока. Вот справа мышка висит на проволочке. Это иллюстрация данного теста. Таким образом мышка подвешивается на проволочку каждая в течение нескольких недель. Каждой мышке дается по 10 попыток. Здесь показана здоровая мышка. В норме, когда она висит на такой проволочке, ее мордочка находится над проволочкой и ей выполнять такой тест несложно. Если подвесить на данную проволочку мышку MDX, то есть у нее дистрофия дюшена, ее мордочка будет находиться ниже, чем проволочка и провисеть долго она не сможет и с каждой попыткой ее длительность висения будет все меньше и меньше. И оцениваются разные параметры. Один из этих параметров как максимальное время зависания. Обычно это первая попытка приведен на данных графиках. И видно, что в группе мышей, которым был введен физраствор, мыши висят очень плохо и не более 100 секунд максимальное время зависания в течение всей длительности эксперимента. В отличие от них здоровые мышки висят в среднем 200 секунд и у них это получается намного лучше, чем у мышей с миодистрофией дюшена. После введения препарата мы наблюдаем очень существенный эффект в каких-то точках. Группа достигает такой же эффективности, как группа здоровых мышей. И таким образом мы делаем вывод о том, что введение генотерапевтического препарата приводит к улучшению функций мышц у модельных животных. Помимо такого теста, который неинвазивный, прижизненный, проводятся также тесты терминальные. Это оценка уровня креатинкиназы крови, такой биохимический показатель течения заболевания. Креатинкиназа повышена и у пациентов с миодистрофией дюшена, также у модельных животных. Вызвано это тем, что непрекращающие циклы некроза мышц, некроза репарации мышц приводит к тому, что мышечная креатинкиназа постоянно изливается в кровь и у пациентов она повышена. Также мы видим, что после введения генотерапевтического препарата уровень креатинкиназа в крови снижается существенно по сравнению с мышцами, которым не вводился препарат. Также оценивается удельная сила сокращения изолированной мышцы. Мы это делаем на передней большеберцовой мышце, то есть мышца обрезается по одному сухожилию, крепится к датчику и с помощью электростимуляции вызывается сокращение данной мышцы. Далее сила сокращения мышцы нормируется на площади поперечного сечения и мы видим, что сила сокращения изолированной мышцы после введения препарата увеличивается, что также свидетельствует об улучшении функции. У мышей с миодистрофией дюшена увеличена площадь поперечного сечения мышцы. Это так называемая псевдогипертрофия, которая характерна и для пациентов вызвана на тем, почему псевдогипертрофия? Это не настоящая гипертрофия, а увеличение мышцы вызвано замещением мышечной ткани на соединительную и жировую. И несмотря на то, что визуально мышца большая, сокращаться там практически нечему. После введения препарата мы видим снижение площади поперечного сечения. Это свидетельствует о том, что больше мышцы становятся в определенной волокне по сравнению с соединительной и жировой тканью. То есть замещение уменьшается, что тоже хорошо. Это основные данные, которые получены по эффективности препарата для заместительной генотерапии при мышечной дистрофии дюшена. Помимо этого мы провели большой пул экспериментов по оценке безопасности данного препарата, в том числе эксперименты по системной доставке в приматов. Это яванские макаки в двух дозах предполагаемой терапевтической трехкратной увеличенной по отношению к терапевтической и в таких экспериментах никаких побочных эффектов выявлено не было. Теперь перейду к другому типу предполагаемого лечения это генетическое редактирование. И в отличие от первой модели модель MDX нам не подходит, потому что, как я уже сказала, редактирование генома необходимо разрабатывать для каждой мутации или для каждой группы мутаций в отдельности. И здесь мы опирались на мутацию обнаруженную у одного из российских пациентов. это большая делеция дистрофия. Делеция захватывает X-зоны с 8 по 34. Как прорегистрировано на данном рисунке, при такой делеции возникает сдвиг рамки считывания в 35-м X-зоне. И чтобы восстановить рамку считывания, необходимо дополнительно удалить один из подходов. Это дополнительное удаление 6-го и 7-го X-зоны. И тогда после 35-го будет идти сразу... После 5-го будет идти сразу 35-й и триплетность будет такая же. И рамка считывания восстановится. Мы ожидаем, что при таком типе восстановления рамки считывания будет функциональный N-конец, часть роддомина сохранится и функциональный C-конец белка. специально для такого типа лечения нами была получена новая мышиная модель с такой же мутацией в гендистрофина с помощью микроинъекций в зиготы комплекса гидов с белком КАС-9. Были удалены X-зоны с 8-го до 34-й. Данная модель была исчерпывающим образом охарактеризована. Показано на данном рисунке, что по сравнению со здоровой мышцей в мышцах данной модели полностью отсутствует белок дистрофин, а также проявляются основные фенотипические характеристики миодистрофии душена. Это обширные области некроза и восстановления, также инфильтрация мононуклеарами, замещение на жировую соединительную ткань, что не характерно для здоровой мышцы, а также центрально расположенные ядра, что как раз говорит о том, что данные мышечные волокна постоянно замещаются. То есть это новообразованные волокна. Также у данных мышей повышен уровень креатинки в крови и в тесте натянутой провокии, которые я описывала, данные мышцы вылисят существенно хуже, чем мыши дикого типа на протяжении долгого времени при разных возрастах. Нами предлагается редактирование генома при такой мутации. Для этого нужно внести дополнительно разрывы в области 5-го и 34-го интронов с тем, чтобы образовался химерный интрон 5-34 и у такого укороченного гена рамка считывания может восстановиться. В качестве инструмента используется комплекс CRISPR-Cas9 с белком Cas9 из золотистого стафилокока, размер которого позволяет поместить такой белок одновременно с гидом в один аденоассоцированный вирус. Для испытаний препаратов инвитро мы использовали первичные миобласты, выделенные скелетных мышц, модельных животных, их дифференцировали инвитро для получения миотрубок и запуска экспрессии дистрофина и заражали нашими целевыми вирусами и также вирусами с GFP, чтобы показать эффективность заражения данных мышечных волокон. Каждому интрону было подобрано по три гида на данном рисунке представлена репрезентативная картинка инвитро анализа методом ПЦР. Попарно каждый гид наливался в лунку с миотрубками. Здесь показана верхняя полосочка. Это исходная форма КДНК с делецией экзонов с 8 по 34. В случае успешного редактирования должна образовываться форма с делецией экзонов с 6 по 34 как в положительном контроле. И мы видим, что как минимум в 4 из этих образцов мы видим целевой фрагмент. Таким образом, мы определили потенциальных кандидатов для тестирования комплекса редактирования генома инвива. С использованием мышей модельных с делецией с 8 по 34 экзоны дистрофина были проведены инвивы эксперименты для определения эффективности данного препарата. И комплекс двух вирусных частиц, кодирующий гид к пятому интрону 34, вводился в данном эксперименте внутримышечно в переднюю большеберцовую мышцу модельных животных. Через 2 недели после начала эксперимента данных мышей забивали и анализировали уровень модификации. Здесь мы видим, что во всех четырех экспериментальных мышцах есть укороченная форма белка, которая соответствует форме с восстановленной рамкой считывания. Также методом иммуногистохимии было продемонстрировано восстановление экспрессии на уровне белка. Мы видим здесь на мембране окрашивание дистрофина, в то время как у мышей с введенным ВБС никакого дистрофина на мембранах нет. После подтверждения эффективности после внутримышечных инъекций мы перешли к инъекциям внутривенном, то есть системной доставке данного препарата с тем, что и в виде вятого серотипа обеспечат таргетную доставку данного комплекса в мышечной ткани. Этот эксперимент сейчас в процессе выполнения еще не закончен. Первые результаты это по снижению уровня креатинкиназа в крови. И здесь мы видим, хоть и не совсем достоверно, но снижение существенной креатинкиназы происходит. Далее данные эксперименты будут продолжены с тем, чтобы продемонстрировать функциональное восстановление у данных животных и экспрессию дистрофина в нужных органах и тканях. Чтобы немножко описать перспективы обоих этих направлений, хочется сказать, что сейчас мы налаживаем производство аденосцированных вирусов для продолжения доклинических испытаний и клинических испытаний и заместительной генной терапии. Что касается редактирования генома, мы должны закончить эксперименты Proof Concept in Viva. И дальше мы хотим приступить к разработке подобного метода для других мутаций. Хочется выразить огромную благодарность в первую очередь коллективу Marlin Биотех и института моделирования терапии наследственных заболеваний нашего института, а также нашим коллабораторам микроэнкологии живых систем в Белгороде, институт медицинской приматологии в Адлере, фонд содействия инноваций, который поддержал данный проект, институт биологии развития. Спасибо вам за внимание, если у вас есть какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу. Спасибо большое. А вот вы сказали, что налаживаете производство для доклинических и клинических исследований. Когда можно ожидать, что в России появится контрактное производство, где можно было бы заказывать такие генные препараты, которые бы потом Минздрав условно говоря разрешил применять в клинических исследованиях? Это очень хороший вопрос, который, я думаю, интересует всех людей, которые занимаются аденоассоцированными вирусами. И сейчас мы активно сотрудничаем с Центром Инноваций в Сириусе, которые как раз запускают такое производство и сейчас налаживают. И очень мы на них надеемся и в производстве нашего препарата для клинических испытаний. Я думаю, что в течение, ну, если не этого года, то следующего такая площадка в России появится. То есть Сириус будет этим заниматься, так? Именно как препарата, который можно будет использовать уже в клинических испытаниях. То есть это будет GMP, лицензированная площадка. Да, небольшой комментарий. С точки зрения российского законодательства, там же чиновники воспринимают все по букве закона, и там сказано по квитанции корова-рыжая одна. То есть нужно проверить токсичность на животных. И даже несмотря на то, что мы, как ученые, понимаем, что это не имеет никакого смысла, что модель другая, особенно для генных препаратов, которые на основе редактирования генома. Геном совершенно другой. Понятно, что побочные эффекты, побочные оффсайд-эффекты будут совершенно другие. Но есть правила, мы должны их выполнить. Да. хорошо, что не требуют в таких случаях эффективность доказать на животных, и это уже счастье. А это другой раздел, то есть мухи отдельно, котлеты отдельно. Главная безопасность, да. Главная безопасность, согласен. И в заключении четыре подряд коротких доклада наших молодых ученых, концептуальные, буквально по пять минут. И начнем с Гелазиевой Заремы, аспирант OpenLab генной и клеточной технологии. Здравствуйте, меня зовут Гелазиева Зарема, я являюсь младшим научным сотрудником OpenLab генных и клеточных технологий и хочу представить вам проект по созданию биоаналога препарата злоген СМА для терапии спинальной мышечной атрофии. Спинальная мышечная атрофия это редкое наследственное заболевание, которое встречается у одного из десяти тысяч новорожденных. Генетической причиной СМА является мутация или делеция в гене фактора выживания мотонейрона-1, который расположен на длинном плече пятой хромосомы. Этот ген СМН-1 он кодирует белок, необходимый для работы двигательных нейронов. Отсутствие или дефицит этого белка приводит к дегенерации клеток и потере их функций. Кроме гена СМН-1, производящего полноразмерный и функциональный белок, существует ген СМН-2, производящий только небольшую часть функционального белка. И этой части белка не хватает для нормальной работы нейронов при повреждении гена СМН-1. Важно отметить, степень проявления клинических симптомов СМА может сильно варьироваться, поэтому данные заболевания разделяют на несколько типов в зависимости от возраста начала клинической манифестации заболевания и максимально достигнутой двигательной функции. Основная доля заболевших приходится на СМА первого типа около 60%. Это тяжелая форма. Заболевание манифестирует в первые месяцы после рождения и характеризуется мышечная атрофия, наблюдаются пороки сердца, дыхательная недостаточность и продолжительность жизни составляет около двух лет после постановки диагноза. На сегодняшний день СМА является неизлечимым заболеванием, однако развитие такого направления как генная терапия позволило создать генные препараты для лечения этого заболевания. И первый препарат, который был создан называется спинраза. он корректирует работу гена СМН-2. Спинраза увеличивает производство белка из гена СМН-2 с использованием антисмысловых олигонуклеотидов. И применять данный препарат необходимо регулярно. Второй препарат называется золгенсман. Он представляет собой вектор на основе аденосицированного вируса, кодирующий комплементарную ДНК гена СМН-1. Преимуществом этого препарата является его однократное введение. Однако существенным недостатком препаратов является их стоимость. Например, стоимость золгенсма составляет около 150 миллионов рублей. И поэтому на сегодняшний день представляется необходимым создание генового препарата, который будет иметь ценовое преимущество за счет внедрения собственных технологий и локализации производства. В нашей лаборатории началось создание российского биоаналога препарата золгенсма. Биоаналог будет состоять из аденосцированного вируса 9-го серотипа, который кодирует оптимизированную по кодонному составу нуклеотидную последовательность КДНК гена СМН-1. Создание биоаналога включает следующие этапы. Это получение образца генового препарата, получение данных по функциональности биоаналога в культуре клеток, доклинические исследования безопасности и функциональности препарата на лабораторных животных, а также на мышах с моделью спинальной мышечной атрофии, и клинические исследования эффективности и безопасности биоаналога. На сегодняшний день нами уже была разработана рекомбинатная генетическая конструкция на основе аденосицированного вируса, также была осуществлена оптимизация технологии получения и концентрирования рекомбинатных аденосицированных вирусов. И мы продолжаем дальнейшие исследования в этом направлении. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Тогда давайте к следующему докладчику перейдем. Пономарев Алексей Сергеевич магистрант, лаборант-оследователь НИЛ генной клещной технологии. Я хочу представить проект, направленный на разработку генного препарата для лечения ламилярного врожденного ихтиоза. Данное орфамное заболевание встречается один раз среди 200 тысяч нарожденных и относится к тяжелой форме аутосомно-рецессивного врожденного ихтиоза. Симптомы заболевания характеризуются дефектом эпидермальным барьером, что вызывает гипертератоз, шелушение кожи и воспаление. Классическая терапия ихтиозов является поддерживающей и недостаточно эффективной. Ее основная цель – сдерживание распространения и уменьшение ксироза. Осложнения ихтиозов могут обуславливать отставание в росте и физическом развитии ребенка вследствие нарушения теплообмена в раннем детстве. Также при ихтиозах отмечается трансэпидермальная потеря воды и повышенный риск развития кожных суперинфекций, что может привести к сепсису и летальному исходу. В данной работе для создания генной терапии ламиллярного ихтиоза предложено использование рекомбинантного аденоассоциированного вируса, кодирующего ген трансглутаминаза-1, важного каталитического белка, необходимого для создания арговевшей оболочки для модификации кератиноцитов человека. Полученный генный препарат может лечь в основу для разработки новых подходов к терапии и облегчению течения генетических заболеваний кожи. Исследование можно разделить на три этапа. На первом этапе будет разработан и получен вирусный вектор, основанный на аденоассоциированном вирусе с вставкой гена трансглутаминаза. Кроме того, будет получена, охарактеризована и наработана клеточная линия кератиноцитов и первичная культура фибробластов кожи человека с помощью кожного лоскута, полученного после операции абдоминопластики. Проведена терминальная дифференцировка кератиноцитов в присутствии ионов кальция. Основополагающим процессом второго этапа будет являться получение генетически модифицированных кератиноцитов со сверхэкспрессией трансглутаминаза. Также будет проведен анализ жизнеспособности модифицированных кератиноцитов с помощью проточной цитофуометрии. Создать двухкомпонентный графт кожного трансплантата на основе фибробластов и генетически будет процессом этого этапа. Заключительный этап будет акцентирован на создании машины-модели с получением кожных графтов и модифицированных кератиноцитов. Будет оценена регенерация и приживаемость кожного графта благодаря методам иммуногистохимии и иммуноцитохимии. Также будет оценена экспрессия трансглутаминаза-1 в клетках графта. Эффективность применения аденосоциированного вируса как вектора для создания генного препарата также будет исследовано. Существует несколько аналогичных разработок для лечения данного заболевания. Первое основано на использовании репликативно-дефектного неинтегрирующего вируса простого герпеса-1 с необходимым участком кодирующим трансглутаминазу-1. Но вектор, созданный с помощью аденосоциированного вируса, имеет ряд преимуществ, к которым можно отнести возможность встраивания как в делящиеся, так и в покоящиеся клетки, низкий иммунный ответ, сильная и устойчивая экспрессия трансгена, низкая патогенность вируса, а также репликация без включения в хромосомы. Второй аналог получен с использованием липосом, загруженных рекомбинантным белком трансглутаминаза. Эффективность данного метода значительно ниже, чем использование модифицированных клеток со сверхэкспрессией, потому что липосомы имеют низкую стабильность и необходимы дополнительные манипуляции для поддержания эндоцитоза и загрузки липосом белком трансглутаминаза. На этом у меня все. Спасибо большое. Так, давайте тогда следующий доклад концептуальный. Добрый день. Разрешите представить тему моего доклада. Это микровизику генетически модифицированных стволовых клеток для восстановления ферментативной активности при болезни клетосомного накопления. Орфанные или редкие заболевания это такие патологии, которые затрагивают крайне маленькую часть популяции. В медицинской литературе нет четких цифр для распространения. В России, например, считается, что это один случай на 10 тысяч новорожденных. В США считается, что это один случай на полторы тысяч новорожденных. Запроса на рынке по созданию лекарств его или нет, или оно крайне мало. Поэтому, конечно же, требуется финансовая поддержка со стороны государства для проведения исследований. В свою очередь, болезнь лизосомного накопления это лишь часть великого множества орфанных заболеваний, как можно понять по названию, вызываются они нарушением функции лизосома в организме человека. Слева на слайде представлены наиболее распространенные и известные болезни лизосомного накопления по номенклатуре международной классификации болезни 10-го пересмотра. Справа на слайде представлены те же болезни, но разделенные уже по группам веществ, претерпевающим патогенез. Наше исследование направлено на изучение такой группы лизосомных болезней накопления как сфинго-липидозы. В частности, мы делаем акцент на болезни ТС-Акса и метахроматическую лейкодистрофию. При лизосомных болезнях накопления нерасщепленные макромолекулы накапливаются внутри лизосом и со временем мигрируют другие клеточные компартменты, следствием чего являются полное нарушение функционирования лизосомной системы. Например, если мы разбираем болезнь ТС-Акса, тут следует сказать, что такие молекулы, как ганглиозиды, играют очень важную роль в организме человека, очень важную роль в формировании нервной системы и ее функционировании. И аномальное накопление ганглиозидов приводит к деструкции мембран нейронов, следствием чего у пациента возникает нарушение психического и физического развития. Происходит все это из-за невозможности сборки фермента бета-гексазаминидазы. И одним из проявлений клинических является наличие темно-вишневого пятна в составе желтого пятна сетчатки глаза человека. По возрасту клинической манифестации выделяют инвантильную и винильную взрослую формы. Частота встречаемости примерно 1 человек на 320 тысяч. Полного лечения данного заболевания на сегодняшний день по факту нет. Равно как и нет одобренных экспериментальных методов лечения. Что касается метрохроматической лейкодистрофии или МЛД, это заболевание, характеризующееся поражением милиновой оболочки, которая покрывает большинство нервных волокон центральной нервной системы. Возникает заболевание вследствие дефицита лизосомного фермента орелосульфатаза А или белка активаторсапазина Б. Они необходимы для гидролиза сульфатидов. Это такие сфинголипиды, содержащиеся в милине. Клиническое проявление у МЛД точно такое же, как у болезни ТС-Акса. Частота встречаемости примерно 1 к 40 тысячам новорожденных. Те же самые три формы заболеваний. Есть инфантильная, ювенильная и взрослая форма. Что касается современных рекомендованных стандартов лечения, он один, это трансплантация костного мозга. Обеспечивает данный метод миграцию метаболически компетентных гемопоэтических клеток в пораженные заболеваниями ткани, что может привести к восполнению дефицитов ферментов. В качестве альтернативы для пациентов, у которых нет подходящего донора костного мозга, рассматривается трансплантация пуповинной крови, полученной от частично HLA-идентичных неродственных доноров. Что касается экспериментальных подходов, то хотелось бы выделить введение мезонхимно-сталовых клеток, поскольку они имеют более высокий уровень экспрессии необходимого нам гена по сравнению, например, с моноцитами с периферической крови, а также мезонхимно-сталовые клетки способны мигрировать в головной мозг и дифференцироваться в астроциты. Следующая методика это введение рекомендантного очищенного фермента, очищенного белка, является перспективным методом лечения ряда лизосонных болезней накопления и уже одобрено для клинического применения при болезни ГОШЕ, ФАБРИ, ПОМПы, но при болезни ТСАКСа не получила широкого клинического применения из-за трудностей в преодолении гематоэнцефалического барьера. Ну и генотерапия. Основная проблема генотерапии при болезни ТСАКСа это выбор вектора и способа доставки терапевтических генов, позволяющих преодолеть гематоэнцефалитный барьер и имеющих минимальное количество побочных эффектов. Что касается нашего исследования, мы разрабатываем, мы получаем стабильные линии геномазифицированных мезонхимно-сталовых клеток со сверхэкспрессией нужного нам фермента. Затем мы получаем из каждой клетки большое количество микровизику, то есть клетка, содержащая большое количество фермента, распадается после обработки таким микотоксином, как цитохалазин B, распадается на большое количество микровизику, которые уже с помощью механизмов кросс-коррекции могут присоединяться к соседним клеткам в страдающей ткани и передавать им фермент. На сегодняшний день нами получены линии геномазифицированных мезонхимно-сталовых клеток со сверхэкспрессией гена ХЕКС-А и получена рекомендантная генетическая конструкция, кодирующая ген орел сульфатазы А. Линия мезонхимно-сталовых клеток со сверхэкспрессией Арса у нас в процессе поучения и в дальнейшем нами планируется проведение экспериментов инвитро и инвива. Спасибо за внимание. Спасибо. И заключительный доклад аспирант медико-генетического научного центра, научный сотрудник лаборатории редактирования генома Способы повышения эффективности редактирования генома с помощью воздействия на ключевые факторы репарации Анучина Арина Артуровна Так, я представляю доклад на тему повышения эффективности редактирования генома с помощью воздействия на ключевые факторы репарации. Для начала, как уже было повторю еще раз, что уже было сказано сегодня коллегами, если мы говорим о геномном редактировании, то эффективность редактирования генома большей частью зависит от эффективности репарации ДНК, которая включается после того, как КАС-9 вносит разрыв. Это если мы говорим о классическом редактировании генома. После внесения разрыва у нас может быть два сценария. Сценарий первый – инактивация гена, сценарий два – активация гена. В первом случае включаются так называемые 53BP1-зависимые пути репарации. Если быть точным, зависимый путь репарации, то есть он здесь один, негомологичная репарация. И эта репарация ведет к тому, что у нас в месте разрыва получается инсерции либо делеции. То есть это путь репарации с ошибками. Среди второй группы путей у нас есть путь, который называется гомологичная репарация или направленная гомологичная репарация. Именно этот путь обеспечивает точную чистую репарацию, основываясь на матрице какой-либо. В клетке в норме в качестве матрицы выступает гомологичная хромосома. При редактировании с помощью CRISPR-Cas9 можно вводить матрицу вместе с введением, например, плазмид или белковых комплексов CRISPR-Cas9. Проблемой является то, что HDR-путь работает с очень низкой эффективностью. Основную эффективность на себя забирает C, иначе J-путь, как уже тоже было сказано. И для того, чтобы повысить эффективность геномного редактирования, нужно повысить эффективность HDR. Вот здесь представлена схема, на самом деле, далеко не полная схема взаимодействия различных белков в точке двунетевого разрыва. Это происходит как при обычном двунетевом разрыве, который бывает в клетках, так и при двунетевом разрыве, который вносится к CRISPR-Cas9. Мы видим здесь как бы две группы белков. Одна группа здесь чуть побольше, я чуть побольше здесь указала белков. Это все белки. Все эти белки участвуют в формировании такого комплекса, который запускает C, иначе J-путь. И вот все эти белки, если быть точным 53BP1, у него есть взаимное ингибирование с BRCA1 и его белками-партнерами. То есть в точке двунетевого разрыва у нас происходит борьба между теми или иными факторами репарации. Соответственно, для того, чтобы повысить эффективность HDR, методов на самом деле есть много, но я остановлюсь только на тех, которые касаются самих факторов репарации. Здесь можно использовать два пути. Либо ингибировать какие-то факторы NHG, либо наоборот каким-то образом повышать экспрессию, активировать или добавлять факторы HDR. Это в мире уже делалось. Например, можно ингибировать непосредственно ключевой белок репарации. Здесь используется I53, малая молекула ингибитора, получается повышение где-то в 1,3 раза. Можно, например, ингибировать уже, так сказать, нисходящие факторы. То есть это факторы, которые участвуют не непосредственно в переключении пути репарации, они идут дальше по пути репарации NHG. Можно использовать ингибирование каких-либо этих факторов. Можно, вот здесь вот конкретно остановлюсь на легазе 4, это очень важно. Это тоже один из ключевых белков как раз-таки NHG. И его ингибирование тоже достаточно часто встречается в работах. Чаще всего используют малую молекулу SCR7 как ингибитор. И здесь получаются разные результаты в зависимости от типа клеток и дозы SCR7. Можно использовать активаторы HDR. Здесь тоже, по-моему, представлены, да, здесь представлены две малые молекулы. Можно активировать непосредственно ключевой белок HDR-BFCA1, можно активировать RAD51, например, тоже RS1. Малая молекула достаточно распространенная в использовании. А здесь также, да, еще один подход. Это не просто там использовать малые молекулы или добавлять белок, а делать fusion, то есть присоединять к рамке считывания CAS9, например, вот это один из тоже белков, запускающий HDR. И здесь непосредственно CAS9 присоединили этот белок и получили увеличение примерно, получается, раза в два увеличения HDR. Что сделали мы? В чем вообще проблема до этих путей? Во-первых, использование малых молекул с неизвестным механизмом действия несколько опасно, потому что мы знаем, что они действуют вот так и так, например, на эти белки, но мы не знаем, что они делают с другими белками. Кроме того, исследования показывают, что эффективным сейчас является использование каких-либо совместных подходов, то есть использование имеющихся подходов плюс какие-то, например, новые подходы. Потому что у нас постоянно происходит накопление новых знаний касаемо вот путей репарации, касаемо взаимодействия в точке разрыва. Эта схема этой схеме, наверное, год или два. То есть до этого, вот, например, вот этих всех белков, вот именно вот такое взаимодействие известно не было. Вот все вот эти взаимодействия, они были открыты буквально в последние 2-3 года, наверное. Поэтому мы, мы ориентируясь на эту схему, выбрали несколько белков. Один из белков, вот два белка, это ТИР и МАДВЛ-2, они относятся к NHG. Мы выбрали путь их ингибирования. И еще один белок Sky относится к HDR. Я сейчас быстро покажу результаты по белку МАДВЛ-2, поскольку мы получили уже по нему непосредственно интересный результат. Мы провели нокдаун этого гена, потому что литературные данные свидетельствуют, что нокдаун гена может повышать HDR. Но они были получены не с использованием, эти данные получены не применительно к редактированию, а просто в сравнении двух путей репарации, какой путь более активен, какой менее активен. То есть до этого еще никто не делал работы, именно связанные непосредственно с эффективностью геномного редактирования. Мы использовали, мы провели редактирование гена EGFP в плазмидном и геномном локусе. Вы можете видеть, что вот зеленые столбики, они в том и другом случае обозначают эффективность HDR, то есть процент флуоресцентных клеток, которые светились. В первом случае, там, где минус SIRNA, это базовый уровень, там, где плюс SIRNA, это там, где произошел нокдаун. Статистически значимые результаты как на плазмидном, так и на геномном локусе. На геномном локусе видно, что у нас изначально базовая эффективность немножко повыше в среднем, чем на плазмидном локусе. Данные результаты сейчас продолжают анализироваться. Результаты воспроизводятся уже в нескольких экспериментах. Мы надеемся, что этот подход мы сможем дальше использовать, плюс использовать его комбинацию, например, с другими планируемыми подходами. И в любом случае, есть надежда, что этот подход очень пригодится при редактировании именно уже мутаций, связанных с наследственными заболеваниями, поскольку очень часто стоит ограничение, как сегодня тоже говорилось, например, при муковесцидозе, ограничение на процент клеток, которые должны быть отредактированы для того, чтобы эта терапия была применима. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое. Сергей Иванович? Да, общее впечатление вообще от конференции, да, но и от последних тоже докладов. Это очень интересно и практически важно. И, в принципе, я бы сказал так, что это вообще соответствует тому, что должно было бы быть, да. Действительно, и аспиранты, и даже студенты, они должны принимать участие в разработке генотерапевтических подходов к самым разным заболеваниям. И мне кажется, что вот Екатерина Юрьевна и другие сотрудники центра вполне могли бы помочь советам. А что было бы более интересно, в частности, для практики, да, поскольку, собственно говоря, у них у всех есть регистры этих многочисленных заболеваний. И то, что есть это возможности вот в Казанском университете, это только радует. Потому что, опять же, вот вспоминаю наши конгрессы международные, посвященные там наследственным болезням обмена или другие конференции, где действительно в университетах проводится очень много такого рода исследований. И, ну, может быть, мы там в конце, ну, я не знаю, у меня какие-то вопросы не возникало в плане методических подходов или еще чего-то в этом роде. Мне все очень понравилось. И вообще вижу, как такую большую перспективу. Ну, перспективу для университета, для страны и для нашего сотрудничества, ну, как хотите. Так что спасибо всем огромное. Вам огромное спасибо за добрые слова. Мы-то давно уже знали, что в медико-генетическом научном центре проводятся, ну, передовые в России исследования по редким орфанным заболеваниям, ну, в числе прочих заболеваний. И я думаю, что вот такие мероприятия, они позволят лучше узнать, кто чем занимается, а значит и лучше начать сотрудничать в этих направлениях. Спасибо еще раз и всем всего хорошего и хороших выходных. Спасибо большое. До свидания. До свидания.